Панчин на протяжении всего этого видео будет заниматься дискредитацией позиций антисоентизма и сводить его к более простым формам. Это я заранее пересказываю. Так вот, да, будет пытаться сводить всё, ну, короче, к пугалу. Ему проще взять и выдвинуть какую-то единственную концепцию, собственно, антисоентизма, причём он будет опираться преимущественно на Пола Фейрабенда, которого он, кстати, неправильно понимает, это тоже важно запомнить. Вот. Важно запомнить, что Панчин видит весь антисоентизм, наверное, в самой лучшей его форме, ну, собственно, непосредственно в работах Пола Фейрабенда. Окей. По факту многие антисоентисты на Фейрабенда опираются. Но не все. Это важно. Более того, антисоентизм бывает как и религиозный, так и мистический, так и философский. Вообще много разных видов его можно насчитать, и внутри каждого вида есть свои вариации. Ну да ладно. Это тоже слишком мудро, тут надо людей читать, книжки читать, это слишком, слишком, слишком. А Джордана Баруна, и вовсе не за идею про вращение Земли, а, во-вторых, фразу, а всё-таки она вертится, произнёс Галилео Галилей. Но если... Ну, шикарно, Грызлов, прям шикарный пример, поехали дальше. Перевести цитату Грызлова с депутатского на русский язык, то смысл будет такой. С давних времён рождались великие учёные, которые опережали своё время и выдвигали смелые гипотезы. А им мешали всякие зашоренные догматики, которые определяли единственный правильный способ мышления и развития науки. Итак, грубо говоря, есть две стороны спора. Это сиентизм от латинского... Ну, подвёл, конечно, так подвёл, гениально. Сиентия, наука... Да, видели, видели, что я гениальный, а статья кринж. Читали и на стриме читали. Наука это круто, наука движет прогресс, хотя, может быть, конечно, крайние формы этой позиции, которые высмеют вообще любые формы культуры, кроме твёрдой... О, давайте так, смотрите. Мне кажется, что здесь Панчин довольно неплохо определил сиентизм. Это, во-первых... Во-первых, потому что есть отдельные кринж-сиентисты, которые определяют сиентизм только через грубую позицию. Мол, нет, мы не сиентисты! Мы... Нет, мы не сиентисты, мы там не веруем в науку, и мы не считаем, что нужно уничтожить все формы культуры. Да, вот настоящие сиентисты так считают. Это как, знаете, если бы кто-то говорил, нет, мы не феминистки, мы просто за равенство между мужчинами и женщинами, а то, что надо кастрировать всех мужчин, убить их и посадить в тюрьму, например, одновременно причём... Не-не-не-не-не, мы этого не считаем, поэтому мы не феминистки. Это вот приблизительно аналогично такая бы ситуация была, если бы оно так было в феминистическом мире. Не, просто есть разные градации сиентизма. Действительно, правильно, есть радикальный сиентизм. Это когда человек... Это очень редкая группа сиентистов, там, Ларин. Так вот, есть, собственно, плохой сиентизм, а вот то, что я, это просто, знаете, ну, здравый смысл у меня. У меня просто здравый смысл. Моя позиция относительно науки, которая является априори, ну, просто сиентической по определению самому распространённому, она якобы... Это просто норма. У многих сиентистов есть такой заход, но Панчин, благо, этому заходу не следует. Он более-менее определяет, вот, собственно, ну, как минимум два типа сиентизма. Умеренный и радикальный. Оба являются сиентизмом. Панчин сам приверженец умеренного сиентизма. Это да, потому что Панчин никогда в жизни не озвучивал идеи, согласно которой наука должна заместить все формы культуры, политики и всего остального, да? То есть, в этом плане Панчин умеренный сиентист, но всё же сиентист. И он это тоже, как я понимаю, признаёт. Науки и есть антисиентизм, то есть критика сиентизма, которая говорит, что нет универсального метода познания. Ну, стоп, ну, стоп, ну, стоп, ну, стоп. А почему антисиентизм говорит, что нет универсального метода познания? Существует неограниченность. Давайте так, да? Определение изначально дано правильное. Всё, что критикует науку и сиентизм, можно считать антисиентизмом. Почему Панчин считает, что все антисиентисты думают, будто бы нет универсального метода познания? Странно, странно. Нет, про отсутствие универсальных методов познания это вполне так себе распространённый заход, который нередко встречается, да, когда речь идёт о критике науки. Но есть ряд антисиентистов, которые вполне так себе являются сторонниками того, что есть универсальный метод познания, и он вот у нас находится, вот у нас в школе находится универсальный метод познания. Это не у вас тупые сиентисты, а у нас, там, я не знаю, у верующих, например, универсальный метод познания. Или у буддистов там универсальный метод познания. Или у марксистов, допустим, хотя марксисты считают, что они за науку, и марксизм это наука, но там свои тонкости, да, они науку по-другому определяют. Относительно нормальной науки, ну как бы, да, относительно нормальной науки, та наука, которая в марксизме, она антисиентична. И это в очередной раз подтверждается тем, что марксисты ненавидят Поппера, критикуют его, вообще, в принципе, их методы к научным не причисляются почти никем из ученых, кроме самих марксистов, да, или марксистских ученых. Вот марксистские ученые причисляют методы марксизма к науке, это тоже да. Но вот здесь как раз вот это вот и в очередной раз нам проясняет, да, что на огромном количестве примеров разных антисиентических направлений мы можем очень легко подтвердить, что антисиентизм не сводится к тому тезису, который Панчин только что обозначил. Еще раз, да, еще раз прослушаем. Есть антисиентизм, то есть критика сиентизма. Да, антисиентизм это критика сиентизма, допустим, в широком смысле. Которая говорит, что нет универсального метода познания. Разные направления могут говорить, что есть универсальные методы познания. Апсер! И в мире бывает всякое. Ну, что значит в мире бывает всякое, ладно. А в крайней форме своей антисиентизм может выглядеть так. Наука ваша вообще ничем не лучше, чем религия. В сиентизме кого только не... А по какому критерию вопрос? Ну, сиентизм иногда тоже от астрологии мало чем отличается, не похоже на крайнюю форму антисиентизма. Вот. Потому что вера батюшки и должна быть верой, это не баг, это, ну, по факту. Стоп, а что не так? Стоп, а вы это уверены, что это вообще антисиентизм писал? Вера в науку это кринж. Просто под верой в науку можно понимать два состояния, да? То есть вера в научный метод, сиентическая такая, ну или, соответственно, такой вот мегадогматизм по отношению к науке, когда авторитет ученого, любого, для тебя является превыше всего, да? То есть, может быть, вот про это говорит Face Interrupter. Ну, просто у меня есть такое предположение. То есть, опять же, из того, что мы видим, не следует, что он антисиентист вообще. Он может даже... Он может произнести, написать такое высказывание, даже будучи сиентистом. Вот. И более того, опять же, я замечу, что многие люди, когда используют термин сиентизм, они подразумевают радикальный сиентизм. То есть отрицание всех форм культуры, общества и всего остального с желанием заменить их на научную. И серьезно, я ни одного человека такого интеллектуала не видел, кроме Ларина. Ну, Ларин, вы понимаете, какой интеллектуал. У Ларина в начале его творчества вот была приблизительно такая позиция. Он насиделся в паблике «Атеизм» и Докенс, блядь, прочитал 8 книжек, собственно, одного... Как там его звали? Как звали этого мужика? Ну, короче, одного нейробиолога, если я не ошибаюсь. Но он не помнит название этих книжек, самое главное. Да, он название не помнит. Но при этом он как раз говорил, не надо читать литературу художественную, не надо там культуру какую-то изучать, надо только науку. Вот. Надо только науку, соответственно, изучать, понимаете? А вот. Ну, это очень крайняя форма сайентизма, и такая штука встречается очень редко. И что самое главное, в интеллектуальных сообществах, ну, она почти не встречается. Ну, вот тот Панчин, вот Дробышевский, вот там Докенс, кто угодно. Они не являются представителями радикального сайентизма. Не обвиняли из известных людей, наверное, вы знаете, Ричарда Докинза, Нила Деграсса Тайсона, Лоренса Крауса, Сэма Харриса. Вашего покорного слугу тоже в этом неоднократно обвиняли, что, дескать... Ну, вы сайентисты, да? Все мы сайентисты. Ну, в смысле, а в чем обвинение? Есть определение сайентизма. Вы подходите под определение сайентизма. Все. Это не обвинение. Это никак вас не ругает, не унижает, я не знаю, то есть... Это то же самое, что говорит, ну, кто-то догматик. Я Ромичедран, точно. Так вот, относительно того, когда, например, скептик говорит, что кто-то догматик, скептик просто фиксирует, этот человек не является скептиком. Все люди догматики, кроме абсолютных скептиков. Типа вот здесь мы просто заканчиваем беседу по определениям, да? По нашим определениям. Вы, конечно, можете переопределить слово догматика. Ну, например, кантианцы, там, типа, последователи, вот, собственно, Канта, ну, например, там, Фихта и сам Кант, они отделяли философию догматическую и критическую. А критика по Канту, это, по сути, что? Ну, это рефлексия. То есть вы мыслите о своем собственном мышлении. То есть по ним, по этим ребятам, да, люди, которые не обладают рефлексией, у них догматическое мышление. То есть и нужно мыслить о мышлении. Давайте, знаете, что я вам сейчас скажу? Даже в этом значении ученые и сайентисты — это догматики. То есть давайте первое определение догматиков — это античное, которое еще от скептиков идет. То есть все, кто не являются абсолютными скептиками — догматики. Окей, сайентисты и ученые не скептики, следовательно, они догматики. Изи, закончили. Первый пункт, да. Берем второе определение, раскладываем точно так же. Те люди, у которых, собственно, высокий уровень рефлексии над мышлением своим собственным, да, вот они мыслят о том, как они мыслят. Высоко на высоком уровне. Как Кант это делал, Фихте, Гегель, например, вот такие ребята. Вот они, у них критическая философия, а те люди, которые так не делают, у них догматическая. Ученые так не делают, у них времени особо. Ну, а если они так и делают, то делают очень любительски. То есть это далеко не заходит до уровня, там, Канта, Шпенгаура, не заходит до уровня Декарта, безусловно. То есть подавляющее большинство, вот тотальное большинство ученых, оно не может себе позволить такую рефлексию над научным методом, и не только над научным методом, и над своим собственным мышлением, как это делал, например, Кант. Понимаете? Ну и, соответственно, если относить науку либо к критическому, в общем-то, направлению по Канту и Фихте, например, или, собственно, к догматическому, наука – это догматическое направление. Вот уже два определения, в рамках которых наука догматична. Не, мы можем, конечно, еще и третье определение, в рамках которого мы разделим науку и догматику придумать, но, по-моему, 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 да, все это строится на неправильном понимании, ну, как неправильном, на христианском понимании догматов, и мнений, и позиций разных. И ввиду этого, ну, у нас возникает противоречие не столько между наукой, ну, догматом и, собственно, скептицизмом, например, а между одной формой догматизма, то есть религиозной, причем не просто религиозной, а именно христианской конкретно, да, формой догматизма и всеми остальными формами догматизма. И почему-то многие люди хотят сказать, так вот, тут как у христиан, следовательно, это догматы, да, а у нас никак у христиан, да? Ну, то есть наука не как христианство сделана. Там есть какие-то похожие элементы в науке, но они не основополагающие по факту. Вот, то есть, ну, да, научные убеждения, в науке есть убеждения, есть, да, по-гречески догмы равно убеждения, следовательно, ну, собственно, да, уже, опять же, догматики получатся по тому определению. Все судится в контексте определений. Если вы не озвучиваете определения и вас обижают, что вас называют догматиками, то вы дурачки, получается, я не знаю, ну, как бы. Ладно, поехали. Сразу хочу сказать, что в споре между саентизмом и антисаентизмом я совсем не нейтралил, меня, откровенно говоря, бомбит от идей антисаентизма. Ну, во-первых, я не согласен с тем, что наука догматична. Сам научный метод строится на том, что мы можем поставить под сомнение абсолютно любую идею, мы должны сомневаться и мы должны исправлять. Где-то в научном методе, в кавычках, написано. Где-то написано в самом научном методе. А более того, сам научный метод является, собственно, тем, на чем, в чем можно усомниться. Свои ошибки. Во-вторых, антисаентизм я считаю явлением вредным, потому что антисаентизм создает почву для самых разных лженаук и заблуждений. Ну, потому что наука — это очевидное благо, а антинаука, ну, собственно, лженаука, наоборот, наука — благо, а все, что не наука — не благо, понимаете? Или как это вообще из этого вывести? Да, антисаентизм должен создавать почву для возникновения новых философских направлений, религиозных и так далее. И это приносит нам огромную пользу в мире. Ну, изи. Почему это приносит огромную пользу? Потому что это формирует дискурс. Разные, разные дискурсы, сложные дискурсы. В сложных дискурсах формируются новые идеи, которые сами ученые очень часто формировать не могут. Ну, например, тот Джейнштейн, как известно, вдохновлялся работами Спиноза. Я не знаю, как, собственно, у Дарвина и у Ламарка возникли теории эволюции, но у меня есть подозрение, что это произошло в том числе благодаря Гегелю. Почему благодаря Гегелю? Да, потому что до Гегеля представления о процессуальном движении всего мира были не очень сильно распространены, давайте так вот скажем. То есть именно с распространениями Гегелианства, а потом и марксизма, открывается такое окно к процессуальной философии, от процессуальной философии к процессуальному способу размышления о мире. Да, ну, были до этого Гераклиты там всякие, но Гераклит как бы популярность не сискал, да, собственно, победили скорее, собственно, сторонники так или иначе Парменида, получается. Ну, почему сторонники Парменида? Конечно, они не полностью приняли Парменида, но давайте так, платоническая философия — это совмещение пифагоризма, учения Парменида, еще некоторых учений, которые были до Платона. С Гераклитом там, ну, что-то есть тоже, какая-то в кавычках диалектика, но диалектика, которая приписывает Гераклиту, это продвижение вот всего материального мира, постоянное, да, в одну реку нельзя войти дважды, а вот диалектика, которая там у Сократа Платона, это уже про беседы, соответственно. На уровне истины, на уровне разбора, соответственно, разных идей, процессуальность вот в контексте познания и у Платона, и у Аристотеля, по сути, отсутствует. То есть тут как-то вот так вот получается, а для эволюционизма необходима процессуальность как таковая, потому что если мы не мыслим мир в процессах, если мы мыслим его там, не знаю, категориями чистой логики, например, да, то есть мир застывший в общих понятиях у нас получается, и мы не можем как бы к этому прибавить какие-то процессуальные вещи, ну, тогда и, возможно, не может возникнуть никакой идеи об эволюции. Вот, вот, да, и так можно по очень многим теориям пройтись. Опять же, там, я не знаю, теория большого взрыва как таковая тоже, но она вообще прохристианская, ну, и околофилософская тоже одновременно с этим. Очень много теорий, которые зависят не только от научного дискурса, но и от дискурсов вокруг науки, вот, из культуры, которые берутся, да, то есть в рамках науки просто эти вещи, они переинтерпретируются и потом проверяются. Наука сама, ну, судя по всему, не очень хорошо может поставлять подобного рода идеи, ну, по крайней мере, весь большой кластер тех идей, которые мы сейчас видим в науке, они все, ну, в кавычках пизженные, так скажем, ну, заимствованные, преображенные, ну, то, собственно, как-то вот так получается. И в этом плане, и в этом плане, ну, я не знаю, насколько наука сможет, например, существовать без антисоентизма, и насколько без антисоентизма могут существовать другие философские, религиозные и прочие течения и направления. Потому что пока что все существовало в некотором таком, ну, балансе-не балансе, но всем было место какое-то, да. Если наука всех вытеснит и будет уничтожен антисоентизм, откуда наука будет брать идеи, ученые сами их будут придумывать, что ли? Ну, что-то не располагают они к этому обычно в среднем. Видимо, потому что слишком алгоритмичное мышление по определенной методологии, оно как бы, знаете, немножко останавливает и мешает. И более того, чрезмерная рациональность тоже мешает создавать разного рода идеи, ну, потому что ты такой думаешь, а вдруг мир — это пряник? Да не, хуйня какая-то, нерационально там, да. А вдруг планета Земля имеет форму сферы, блядь? Нет, блядь, полная хуйня, все думают, что Земля плоская, блядь. Ну, конечно же, плоская, но это здравый смысл, блядь. Ну, посмотри, выйди на улицу, вот она, блядь, плоская, да. Ну, то есть, как бы, вы понимаете, вы понимаете, как это работает. Каждый раз озвучивание новой идеи, оно требует, так, в некоторой степени немейнстримности, да, антимейнстримность должна быть у человека. Если человек чисто находится в мейнстриме, например, в научном, ему труднее создавать новые идеи, особенно если он в рациональном, научном таком мейнстриме, трудно человеку. Сейчас будет реклама. Ну, грубо говоря, любой островок может сказать, что, ну, наука же ничем не лучше, чем религия, поэтому и не фиг на скритиковать, вообще методов познания очень много, выбирая любой, вот мы выбрали гадать по звездам. И, наконец, третий момент заключается в том, что антисарентизм, как я пытаюсь сегодня обосновать, это не про то, чтобы найти истину, а про то, чтобы подтвердить любую свою точку зрения, каким угодно способом, а потом это продать и неплохо на этом заработать. Меня зовут Александр Панчин. Окей. А что делать с антисарентистами, которые никому не платят и одновременно с этим не зарабатывают на антисарентизме? Какое их большинство? Ну, судя по всему, реально большинство. Ну, окей. И дальше я попытаюсь обосновать эти тезисы. Реклама Озона. Поехали. А вот про то, что наука продает свои идеи, и люди зарабатывают на этом деньги, при том, что, понимаете, многие ученые вообще-то не особо какую-то практику в наш мир несут. То есть, давайте так, да, КПД научных исследований, ну, если оно и есть какое-то с практической точки зрения, оно просто невероятно мало. Просто колоссально мало, да? То есть, на огромное количество всевозможных теорий, представлений, взглядов, всего такого, что в науке существует. Короче, из всего этого очень далеко не всегда следует какая-то практика вот в реальности. Иногда просто люди сталкиваются с тем, что те идеи, которые озвучиваются, ну, просто не работают. Ну, как бы, нормальное дело. А там про Фейрабанда будет. Не могут от него отстать. Это же единственный, нахуй, антисарентист во вселенной, знаете? В мире есть только две крайности. Там радикальные вот эти вот чуваки по типу... Как там его зовут-то? Блядь, дед, который, собственно, сжечь колдунов-ученых хочет. Напомните мне имя, пожалуйста, уважаемого, собственно, гражданина. Вот. Вот он есть только и Фейрабанда. Больше никого, нахуй, нет. Больше. Все, вот, понимаете, две крайности буквально. Стерлигов и Фейрабанда, понимаете? Других подходов в мире не представлено. Либо сжечь колдунов-ученых, либо, соответственно, ну, как бы... Сделать анархию внутри науки. Ну, нет, нету, нету больше альтернатив. Лол. Банка с кэжбэком рублями и вечным бесплатным обслуживанием. И присоединяюсь к акции до конца года. Большое спасибо. Общая, с другой стороны, я понимаю, почему Панчин и всякие сайентисты пытаются сконцентрировать внимание преимущественно на, ну, таких маленьких группах людей. Потому что, ну, так удобнее. Так легче сделать вид, что антисайентизм не такое массовое явление на самом деле. Вот. Ну, как, оно не такое массовое, как сайентизм, конечно, но оно достаточно массовое. А зонбанку за то, что поддерживает выход научно-популярного... Ну, да, и критиковать проще, и проще представить просто два образца. Вот. Одного там дурачка, и второго Фейерабманда, который не дурачок, но... Ну, да, он надел ряд ошибок. Его книжки уже сто лет назад как раз... Ну, как сто лет. Ну, вы понимаете, уже десятилетия назад уже были разобраны многочисленными, в общем-то, исследователями. Ну, как, отчасти Фейерабманд, можно сказать, устарел, не устарел. Все равно полезно читать для ознакомления, все равно важно, полезно и интересно. И там много хороших глубоких мыслей. Но, как бы, многие вещи реально разъебаны там. Но на самом деле, Фейерабманд допустил ряд ошибок, и кто угодно бы допустил, что я могу сказать. Доказательство по Маку устроено следующим образом. Вот вам Аристотель. Аристотель считался когда-то величайшим умом, много чего классного сказал. Но только он не ученый. Но потом... Привет, Лизардея, рад видеть. Он заявил, что Земля находится в центре Вселенной, и поэтому оказался дураком, как потом показал Галилей. И таким образом Аристотель и все остальное человечество оказались сучками. Но Галилей тоже, конечно, был классный чувак, но и у него были ошибки в некоторых взглядах. И поэтому, когда пришел Ньютон, оказалось, что и Галилей тоже был сучкой. И все, кто верили Галилею. Ну, а потом, как мы знаем, и Ньютон тоже кое в чем ошибался, и поэтому Ньютон тоже был сучкой. Кое в чем. Все люди, которые доверяют учеными, сучки, а наука бывает неправа иногда. Да, именно такие заходы антисоентисты используют. А теперь прикиньте, как Панчин будет спорить с потенциальным заходом, согласно которому наука не может быть принципиально права. Представьте себе вот такой подход, да. Представьте себе, что мир ненатуралистичен. Представьте себе, да, просто допущение делаем. Допустим, мир ненатуралистичен. Может быть, да, может быть, нет. Вероятности раскидывать сейчас не будем. И вот неожиданно оказывается, да, что, ну, если мир ненатуралистичен, то наука просто может не работать. Ну, в определенных теориях ненатуралистичности, то есть какой-нибудь метафизической какой-нибудь теории, наука не работает. Я даже более того скажу, наука не работает даже в некоторых представлениях, когда мы, собственно, рассуждаем с натуралистической точки зрения. Вообразим себе какую-нибудь расу всемогущих инопланетян, которые решили подшутить над нами жалкими человечками. И, соответственно, ну, обманули нас, соответственно, да, создали вокруг нашей планеты какой-нибудь большой купол. Ну, настолько большой, что мы его сильно покинуть не можем, да, далеко. Ну, там, дальше луны располагается, купол. И на этом куполе они отражают все, что вокруг в космосе происходит, допустим. Да, космос выглядит не так, как нам кажется, допустим, опять же, да. Также эти ублюдки, инопланетяне злые, взяли и поместили под землю, ну, собственно, все окаменелости, ДНК таким образом тоже скомбинировали, чтобы ученым казалось, что была эволюция. Смотрят такие на людей и думают, блядь, какие же люди тупые, взяли и повелись на все наши подъебы. Это теория. Да, она полностью нарушает бритву Оккома, но она полностью натуралистична, да. То есть мы можем представить неограниченное количество натуралистических и ненатуралистических теорий, в рамках которых научный метод в принципе не работает и не может быть истинным, в принципе не может. Понимаете, в чем дело? Тут как-то так. То есть у нас есть один научный подход против бесконечного множества потенциальных подходов. Потенциального бесконечного множества. Я не скажу, что оно точно бесконечное, но оно очень велико. Давайте так. Оно настолько велико, что нам там нескольких жизней не хватит, чтобы их просто пересчитать, если мы захотим посчитать, перекомбинировать все возможные комбинации этих подходов и какие-то новые методы поискать, да, из тех, которые возможны. Это количество потенциальных методов намного больше, чем там квадриллионы методов, да, может быть там 5 квадриллионов, 10, 20, ну короче, очень много подходов потенциальных может существовать. Это просто у меня посчитано. Я могу вам даже выкладки дать, да, соответственно. Если кому-то надо, когда-нибудь будет, я вам могу дать выкладки по поводу всех возможных комбинаций разных методов. И большинство из них, и большинство из них, и большинство из них, соответственно, ну не знаю. Нет, давайте так, представьте, что большинство из них хуйня. Ну вот просто автоматически. Но их все равно настолько много, что ни хуйни среди них, наверное, тоже будет достаточно. Ну давайте допустим, что из нескольких, не знаю, из 20 квадриллионов потенциальных подходов или бесконечности, я не знаю сколько их, да, ну найдется миллион нормальных подходов. Ну, миллион нормальных из них где-то там, да, претендующих на звание какого-чего-то познающего, допустим, да, миллион — это очень много. И мы их все не успеем сравнить с наукой, тем более мы их никогда не сравнивали с наукой, понимаете, в чем дело? У нас нету такой практики реального серьезного сравнения каких-то методологий с научной методологией. У нас нету специального органа, который этим занимается. Мы просто приняли научную методологию и такие, ну окей, все, поработаем по ней. Альтернатив не будет, как бы, не предвидится. Видите закономерность? Нет. И прикол этой сцены в Филадельфии всегда солнечно, ровно в том, что, с одной стороны, и забавно, как маг троллит сиентистов, потому что он потом объясняет этому Деннису, что вот ты, ты сам смотрел на эти научные факты в пользу эволюции. Ты их видел, ты их анализируешь. Есть такой точно тренер. Но, опять же, я еще раз подчеркну, что есть не только ненатуралистические позиции. Есть некоторое, достаточно большое множество таких натуралистических позиций, которые противоречат науке. И если хоть одна из них верна, ну, наука автоматически проигрывает, вот условно, да, то есть, возможно, научный подход, который был, по сути, создан, ну, в новое время, на фоне других, там, империзма, рационализма, других похожих подходов, он может быть неверным. С чего мы взяли, что он верный, вообще-то, на самом деле? Просто случайным образом в истории организовался определенный подход. Действительно случайным образом. Как случайным? Он мог бы не организоваться, имеется в виду, да. Вот в истории произошло такое событие, и вот к этому подходу, ну, начали собираться всевозможные люди, сообщество набиралось, 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 ну, и вот, соответственно, у вас получилась наука. Гигантская, большая, мощная система, которая является абсолютно неконкурентной для всех остальных систем, потому что она такая большая, стройная, и там много, соответственно, людей занимаются всем этим. ...эти данные, или ты просто веришь какой-то книге, которую ты прочитал, которую написали какие-то люди, которых ты считаешь умнее себя. И Деннису, поскольку он не биолог, ему, в общем-то, особо-то и нечего ответить на это. Но, с другой стороны, потому что маг волей-неволей показывает, что наука совершенно не догматична. Каким бы ни был выдающийся ученый, и как бы его ни почитали, будь то Аристотель, Галилея, или даже сам Ньютон... Смотрите, а давайте так. Вот Пальчин говорит, что наука совершенно не догматична. Я с этим не согласен, потому что в науке есть догматичная методология. Люди верят в эту методологию, соответственно. Все, как бы, да, закончили. Но, да, я соглашусь с тем, я соглашусь с тем, что конкретно относительно теорий наука может считаться недогматичной. То есть, да, как, например, христиане могут считаться недогматичными относительно того метода, который они используют. Потому что у христиан оно наоборот устроено. Смотрите, да, у христиан в центре находится ряд некоторых убеждений, которые не могут изменяться. Ну, есть Бог, есть, соответственно, вот она... Как это называется-то? Символ веры есть. Вот эта штука изменяться не может, ряд этических положений не может меняться. А вот все остальное может, плюс-минус. Ну как, что-то тоже, наверное, не может, я что-то из этого не перечислил. Но христианство, оно работает по обратному принципу. То есть, сгодится все, лишь бы это доказывало христианство. Вот. Понимаете, в чем дело? Вот сгодится все, лишь бы оно доказывало христианство, получается так. То есть, получается, что христианство является догматичным с точки зрения некоторых своих центральных убеждений. Некоторые убеждения могут меняться, потому что в христианстве они постоянно менялись, дополнялись и улучшались. И есть методология, да? А методологии в христианстве довольно разные использовались. И это было довольно распространено. Там и математика, и логика развивались. И диалектика нормально работала для христиан. То есть, вот как вы понимаете, да? Христиане не догматичны с точки зрения метода. Ну вот. Все равно могут прийти последующие ученые и сказать, да, ты был сучкой, ты был неправ, ты вообще нес какой-то бред. Просто понимаете, в чем дело? Христиане определяются относительно своих онтологических, этических и прочих убеждений, догм, да, вот этих догмами определяются. А ученые определяются относительно методологических догм. И это принципиально важно. Люди, которые этого не замечают, ну, можете заметить, я вам разрешаю. Не знаю, дурачки вы не дурачки, но вот теперь вы можете это заметить, лицезреть, да? Почему? Если человек перестанет верить вот в эти догмы, перестанет их использовать, перестанет ими пользоваться, перестанет верить в их достоверность или иногда даже истинность, он просто по определению перестанет быть ученым. Вот. Как и человек, который перестанет верить в существование христианского бога, троицы, там, и всего такого, Иисуса Христа и всех вот этого, он автоматически перестанет быть христианином. Понимаете, в чем дело? Вот. Тут просто по определению это так работает. Если ты ученый, ты догматик и веришь вот в эти вещи методологические. Если ты христианин, ты веришь в вот эти вещи, соответственно. Вот уже другие, получается. Да, просто эти вещи находятся в разных областях философии, получается. Да, вот с одной стороны у нас онтология в христианстве, метафизика, а с другой стороны у нас, вот, собственно, методология науки. Правда, методология науки, она логически требует ряд еще дополнительных убеждений, которые, ну, собственно, мы называем, я называю естественной установкой. У Гуссерля тоже был термин естественная установка. Да, эти термины отчасти перекликаются, но это разные термины. То есть это не отсылка к Гуссерлю, это просто очень схожие термины. Можно переназвать это, чтобы вам было удобнее, натуралистическая установка. Это определенный набор убеждений, без которых научная методология не работает, соответственно. Вот. Поехали. Сделал какую-то глупость. То есть это... Да, правильно. И эта методология задает границы для интерпретации наблюдаемых феноменов, даже если это... Да-да-да-да-да, именно madness. Именно madness. Так это и работает, в принципе. Вот. Как-то так. Нормально в науке, но при этом очень сложно себе представить, чтобы был какой-то очень уважаемый святой, и следующий святой сказал, а-а-а, чувак был сучкой. Лорд, вы абсолютно не правы, потому что организует производство не наука, а не знаю, что социум, общество. Это социальное преобразование, не научное. Я, наверное, даже вам больше скажу, что для организации производства большее влияние внесли христианство и философия, чем наука. По крайней мере, на первых этапах. То есть тут как бы вы немножко... Вы не немножко, вы очень сильно ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь, соответственно, да. Оценивая науку как что-то, что позволяет организовывать производство исследовательно-капиталистическую систему. Это не про то. Ученые, по большей части, никого не организовывали. Может быть, есть отдельные исключения, но по большей части разные социальные преобразования были придуманы либо во времена христианства, либо чуть позже, либо философами, либо там кому-то еще. Я про промышленную революцию 18 века. Ну что, ее ученые организовывали разве, лорд? Не ученые. Ну, соответственно, ее организовывали люди, которые связаны с обществом, с политикой, со всеми такими вещами. Наука здесь, наверное, месте, ну, может быть, на каком-то 20-м, 30-м, 10-м, я не знаю. То есть, опять же, не стоит переоценивать значимость науки и, более того, не стоит переоценивать ее связь с практикой. Ну, более того, нам бы еще неплохо определиться, что такое наука, потому что мы до сих пор, кстати, так до этого и не добрались. У нас уже 9 минут прошло, а мы так это... Вы понимаете, Банчин начал с того, что наука — это хорошо, а есть люди, которые считают, что наука — это нехорошо, а мы так и не поняли, а что такое наука. А что такое наука, ребят? Да, вот тоже интересно. Так не бывает. Это практически невозможно. Религия питается тем, что она отстаивает, что вот у нас есть некие незыблемые скрепы, которые... Ну, у нас есть незыблемые методологические скрепы. Строятся на неких абсолютных истинах. Которые строятся на некоторых абсолютных методологических истинах. Ну, может быть, не очень абсолютных, но достаточно хороших, потому что нам познание все равно дано. Откровениями, данными. Почему без науки она была бы невозможна, лорд? Это ваша фантазия. Это ваша мания фантазии, которая строится на наукодрочерстве, соответственно. Ну, вот все. У вас же пруфов нет. Более того, до науки... Ну, когда наука появилась? Ну, 17-й век где-то, да? В 17-м веке наука как метод только начала набирать обороты, соответственно. Вы уверены, что вот в 17-м веке она начала набирать обороты, а в 18-м уже бух, и без нее все было невозможно? Нет. Нет, огромное количество разных производственных вещей, они работали, соответственно, уже. Тут и как бы даже первый двигатель, который был паровым, он был изобретен до науки. Бломи, понимаете, в чем дело? Здесь тут такая штука. Многие вещи, которые вы думаете, были изобретены благодаря науке, они были изобретены до возникновения научного метода. Да и вообще, когда он полностью возник, не до конца понятно, потому что те же Галилеи и Ньютон, они, можно сказать, знаете, стихийные ученые, потому что иногда они использовали что-то по типу научного метода, приветствую, человек, а иногда они, блядь, занимались, ну, например, Ньютон занимался астрологией, магией, алхимией, еще какой-нибудь хуйней сверху, чтобы вы понимали, да? То есть... Тут вот такая вот проблема может возникнуть, потому что тут еще не до конца понятно, когда наука все-таки до конца возникла. Вот вы говорите 18 век, но я могу очень по-доброму, с очень академической щедростью сказать, что 17 век. 17 век, допустим, 17, да? Но от 17 века надо еще отсчитать время, пока наука распространялась, научный метод, пока галилеевские, в общем-то, ученики разного рода, тоже их становилось все больше и больше, потом ученики Ньютона там и так далее, и так далее, и так далее, да? Что-то вот такое надо здесь рассматривать. Просто если каждое достижение человечества приписывать заранее науке, ну да, наука просто практически тогда получит. Наука и есть, практика тогда выйдет. Но мы не должны так делать. Если мы различаем науку и практику, мы, наверное, должны найти какой-то критерий, который позволит нам это каким-то образом различить. Ну вот. А у нас сегодня про антисоентизм, Александр. Панчин выпустил гениальное ШИЗО. Но в какой-то момент он немножко заврался и решил, что витамин С, он очень любил витамин С, это такое супер универсальное лекарство. Оно там и от простуды должно помогать, и... Это не имеет никакого отношения к науке. Все, поехали. Поехали. То есть, опять же, Панчин, как ты определяешь науку? Во-первых, следовало бы узнать. Скорее всего, как метод создания теорий, да, фальсифицируемых, натуралистических. Окей. Относительно витамина С нельзя составить теорию. Это так не работает. То есть, то предположение, которое мы делаем относительно витамина С, не есть теория. И если что-то не является теорией, это невозможно фальсифицировать. Конец. Все. Как бы... Это не наука. Вот конкретно это не наука, это чисто практический вопрос, и чувак заблуждался в практическом вопросе. Непосредственно. И признал это. Окей. Окей. И от рака даже должно помогать. Написал он про эту книжку, и вот внезапно... Ну, или можно дать другое определение науки, правда, его надо дать таким образом, чтобы чуваки, которые витаминами С занимаются, тоже были учеными. И каким-то образом еще сделать это так, чтобы, ну, как бы, да, в эту науку не просочились какие-то другие странные ребята, по типу там астрологов всяких и всех остальных, да, там, не знаю, вот этих медиков, которые, знаете, не медиков, которые занимаются традиционной медициной. Они же тоже практикой занимаются, как-никак. Иногда даже, иногда очень неплохой, полезной практикой они занимаются. Бывает, да, не вся альтернативная медицина, как я понимаю, полное говно. То есть есть относительно рабочие методы. То есть тоже наука, что ли, будет? Ну, нужно, короче, определение. Без определения оно как-то так себе. То есть, грубо говоря, институт, названный в честь великого ученого, а Лайнер Споллинг действительно великий ученый, несмотря на свои более поздние, ну, интересные, необычные идеи, вполне легко берет и ставит под сомнение то, что там Лайнер Споллинг когда-то думал. И это не единственный пример. Вот в биологии... Нифига себе, вау, да? Круто. Один ученый. Сейчас второй будет ученый. Отдельные примеры, как же круто. Есть такая же... Ммм, доказательства с помощью примеров. Как же классно. Стука называется «Центральная догма молекулярной биологии». И сразу все такие, ага, в биологии, оказывается, есть догма. Причем не абы какая, а центральная догма. Ты пойман за руку, как дешевка. Сформулированная в свое время Фрэнсисом Криком. Это человек, который открыл структуру молекулы ДНК вместе с Джеймсом Уотсоном. Так вот, центральная догма молекулярной биологии, что же она говорит нам? Она говорит, что информация в биологии идет в одном определенном направлении. От ДНК к РНК к белку. Ну, потом, конечно, еще прописали исключение, что иногда от РНК к ДНК информация может идти, потому что так устроен, например, у ретровирусов, который имеет свой РНК-овый генетический материал превратить в ДНК, а потом этот ДНК куда-нибудь встроить. Но, в целом, белки, белкам, например, не окружают. Ой, блядь, ой, блядь. Вы же понимаете, да, что вместо того, чтобы реально рассматривать те вещи, которые в науке описываются как догмы, ну, даже тем же Фейрабендом, он дальше Фейрабенда будет рассматривать. Это важно. Важно, что он сейчас опирается не на каких-то там рандомных чувачков, да, из интернета. У него сейчас дальше Фейрабенд будет. Вот. И у Фейрабенда есть вполне точные, собственно, обвинения. Вместо этого Панчин, ну, например, делает вид, что... Ну, короче, придумывает какие-то рандомные примеры, где ученые отказывались от своих старых убеждений. Вообще, в принципе, если у ученых хоть какие-то убеждения есть, они уже догматики, как минимум. Вот-вот вообще любые. Вот если ученый хоть в чем-то был убежден, он догматик. Если он сменил одно убеждение на другое, он догматик, блядь, все еще, понимаете? Все еще наука догматична и ученые догматичны. Но тут самая большая проблема, что по-хорошему, да, у ученого, по определению науки, должна быть догма его методологии. Он верит в работоспособность определенной методологии, что определенно не доказано. ...информацию передавать не могут. Вот на центральные догмы молекулярной биологии, казалось бы, что-то такое названное пафосно не должно быть никогда оспорено, должно быть вот в учебнике отлито, и все должны на это молиться. Но потом приходит такой человек, которого звали Стэнли Прузинер. И Стэнли Прузинер, он берет и показывает, что все, кто придумали центральную догму молекулярной биологии, были сучками. Еще до него было известно, что существуют некоторые очень странные болезни. Одно из них называется болезнь Куру. Куру – это такое заболевание, которое встречалось у некоторых аборигенов. Они, грубо говоря, особенно дети и женщины, ели мозги мертвых своих соплеменников. А потом у них встречалась какая-то странная болезнь в мозге, от которой они, в общем, с кучей ярко выраженных симптомов, там были всякие судороги задокументированные, они умирали. А в мозгах у них находили просто такую вот разрыхление. Слушайте, на самом деле, вот эти примеры, знаете, что мне напоминают? Знаете, когда креационисты и всякие верующие начинают, ну, христиане доказывать, что наука связана с религией, с христианством, потому что многие ученые были верующими, и начинают перечислять верующих ученых, там, Галилей, Ньютон, Коперник, о-о-о-о, да-да-да, и так далее, так далее, так далее. Методология абсолютно такая же. При том, что тезис-то, и в том, и в другом случае ведется подмена тезиса. Ведется подмена тезиса. Человек, который выдает опровержение, когда он христианин и перечисляет, собственно, вот этих верующих ученых, он несколько, соответственно, возможно, путается даже в определениях науки, какое-то конкретное определение не использует, ему важно, вот у нас есть авторитеты, и вот они перечислены. Панчин действует точно так же, абсолютно точно так же модель, та же модель действия у него здесь присутствует, мол, мы берем, мы используем некоторых отдельных ученых, священных наших прекрасных, для того, чтобы подтвердить, что они сами иногда признавали свои ошибки или просто ошибались, и это в науку вообще-то встроено как бы, это встроено в науку. Ну да, в науке, наука это методологическая догма, и поэтому в ней бывают ошибки. Я вам даже более того скажу, теологи иногда признают, что они заблуждаются по теологическим вопросам. Можно, наверное, взять и перечислить. Если бы я в данной теме разбирался, я бы, наверное, смог тысячи, ну, сотни тысячи примеров перечислить, когда теологи такие, да, я раньше придерживался такого взгляда, но потом, собственно, какой-нибудь кардинал Ришелье меня переубедил в этом своими непробиваемыми аргументами, теперь я согласен с его позицией. Да, то есть, скорее всего, скорее всего, здесь можно взять дофига примеров. Так, проблема, Владимир, заключается не в том, что ошибки в науке норма, и ученые их признают, проблема заключается в том, что в религии ошибки это норма, и религиозные люди их признают, философия ошибки это норма, и философы их признают, и исправляют свои системы, улучшают их, развиваются, короче. Все развиваются, и чем больше и мощнее система, чем больше там исследовательских ресурсов, чем больше в ней людей, а в науке их очень много, тем она более гибкая, тем она более изменяемая. А в религии, кстати, таких людей не очень много, заметьте, да. Религия все-таки по немножко другой схеме организации работает. То есть там адептов намного больше, чем, собственно, самих вот этих вот всяких интеллектуальных деятелей, да и даже почти всех батюшек нельзя интеллектуалами назвать, по большей части, вот. И образование у них, конечно, намного хуже, чем научное, и большинство из них не занимаются теологической деятельностью, следует заметить, да. То есть количество реальных кадров, которые занимаются религией серьезно, ну, можно пересчитать по количеству теологов, вот так вот скажем. А их буквально очень мало. Ну, как бы, мало относительно всех остальных верующих. А ученых много. Ну, относительно людей, верующих в науку, конечно, тоже немного, но ученых просто в абсолютном количестве людей больше. А Библию не надо переписывать, Владимир. Библия — это нарративный текст, который можно понимать по-разному. Понимаете, в чем дело? Вот, и все. И с Кораном точно так же. Коран — это текст, в котором изложен нарратив, там с антологией все довольно с антологией, там, не знаю, со всякими эпистемологиями, со всеми другими вещами. Там очень плохо все объясняется, и это можно трактовать очень многими способами. Поэтому люди, верующие, вынуждены тоже это тем или иным образом интерпретировать. Интерпретировать. Вот как-то так. Вот так вот это работает, понимаете? Это так везде работает. И всегда. Всегда и везде это так работало. Никакой платонизм, например, не стоял на месте. Платонизм всегда понемногу развивался. То есть не просто люди взяли и прочитали Платона и такие «О, блядь, Платон!» Не, платонизм изменялся. Религии изменялись. Христианство изменялось. Буддизм изменялся. Все большие религии точно изменялись. Понимаете, в чем дело? Да, некоторые тезисы не менялись, но это нередко те тезисы, которые делают эту самую религию этой самой религией. Ну, например, вы, если вы христианин, вы не можете отвернуть Христа. Иначе вы по определению перестанете быть христианином. Тут как бы, да, тут просто по определению можно понять, почему эта штука измениться не может. Но многие другие аспекты меняются. Вы, например, можете немножко переинтерпретировать, что там с Христом происходило. Ну, или, например, произошли события какие-то. Вот у вас есть четыре Евангелия. Там есть разные события. Вы можете спорить об этих разных событиях. То есть некоторые события в разных Евангелиях изложены немножко по-разному. И здесь тоже дискуссии могут назреть. Антология тоже может быть дискуссионной. Она в христианстве была дискуссионной. То есть озвучивать критерии отличия религии от науки посредством того, что кто-то где-то меняет свои позиции, это кринж, потому что все меняют свои позиции. Ну, как бы, да, особенно с веками. Если мы берем поколение, там, ученых, поколение верующих, поколение философов, да, поколение гегелианцев даже возьмем, там, или марксистов, постепенно многие позиции меняются, развиваются, улучшаются или ухудшаются. По-разному бывает, да, но главное, что меняются. Люди их пересматривают, и в контексте определенных убеждений, дискуссий и так далее, они меняют свои позиции, так или иначе. Ну, либо не сами люди, а сами эти направления, внутри этих направлений люди так или иначе, вот, ну, позиции варьируются. Как бы, блин, как бы, блин. Ну, что, тогда все антидогматично получается, ничто не догма. Вот по Панчину получается так, да. Если вот, как вот он это описывает сейчас, наука не является догматичной, именно вот по этой причине, то ничто не является догмой. Ничто не является догмой, понимаете? Все антидогматично. Религия антидогматична, потому что обсуждаема, изменяема. Философия антидогматична, тоже обсуждаема, изменяема. Вообще все антидогматично Идеология антидогматична Все в мире антидогматично Ну охуенно теперь, че Мы везде можем привести примеры тех людей Которые, ну собственно, либо меняли свои позиции Даже внутри этой той или иной идеологии Религии и философии Ну соответственно, либо можем показать Как учителя и ученики меняли свои позиции Походу, да Ну например, у нас есть Платон И у нас есть Платин Например, да, ну вот как бы Века прошли, вот платонизм, неоплатонизм Два абсолютно Два достаточно разных человека С некоторыми похожими элементами учений Но разница, так скажем, велика Прочитая Тени Ады, ну там солидненько Так, да, навалено Контента, так скажем Сказать, что, в общем-то, Платин Идентичен Платону, ну язык Не поворачивается, схожие элементы есть Влияния, конечно, абсолютно Заметные, но как бы Тут такое Массу назвали еще губчатой энцефалопатией И таких болезней было известно Еще несколько Были похожие болезни у овец Называлось скрейбис Было коровье бешенство у коров Болезнь крейсфуда я Владимир, тут еще важно понимать, что есть Несколько догматичных подходов К определению науки Не все считают, что наука равно истина На мой взгляд, догматичным даже является Тот подход, который говорит Наука это самый эффективный метод Или набор самых эффективных методов И существующих И эта догма, на мой взгляд Ну, ничем не лучше, чем наука Равно истина Буквально то же самое И на тех же самых основаниях Такие люди, как Панчин Презирают все альтернативные Мировоззрения, философии И все остальное Его не подвергли астракизму Его там не выгнали из института И так далее Потому что это и есть нормальный Научный процесс Ты должен не просто что-то заявить Разумеется, должен это доказать Но если ты можешь это доказать Да, в религии тоже не все заявляется, бро Интеллектуальное христианство Так не работает Я понимаю, что тебе трудно это представить Потому что ты не представляешь Как религия вообще существует Что это вообще такое Тебе очень хочется взять и упростить Как и антисиентизм Тоже хочется просто взять и упростить Соответственно А, относительно, кстати, доказательств Доказательства они случайно не являются Догматичными Ну Просто Вдруг Вдруг наша система доказательств Догматичная Я, например, склоняюсь к этому скорее Ну, окей Рано или поздно Ты получишь то, что тебе полагается Всеобщее признание А, рано или поздно Рано или поздно Ты получишь то, что тебе полагается Например, всеобщее признание Блядь, звучит как-то вообще по-детски наивно Ну, допустим, этот же ученый Открыл то, что он открыл Но его, допустим, послали нахуй Что, кстати, нередко тоже в науке происходило Ну, например, ну, как в науке В кавычках В математике мы несколько примеров Недавно уже слышали Об таких примерах Мы их обсуждали, да И в самой науке такое нередко Скорее всего происходило Опять же, если поискать Можно найти кучу примеров, скорее всего Да, когда хорошие действенные теории отвергались Вот И теперь давайте представим Что даже вот тот же самый исследователь Тот же самый исследователь Ну, просто умер, например В процессе своих исследований И не успел опубликовать свои работы Его не ждет всеобщее признание Ну, или, допустим, он работал В какой-нибудь, не знаю, допустим Не самой крутой академии наук Не в самом крутом, в общем-то, в УЗИ И информация до, в кавычках Нормальных ученых от него, ну, как бы Не дошла А может, она и дошла до нормальных ученых Но эти ученые были конкретно сволочами Какими-нибудь, ну, которые такие Ну, блядь, кажется Похожи на доказательства Но мы читать это, конечно, не будем Иди нахуй отсюда, чувак, блядь Мы знаем, что ты злой антиученый И ты нам вообще-то здесь не нужен Иди отсюда, как бы, да Ну, допустим, так бы это случилось То есть Панчин допускает ошибку выжившего Неожиданно То есть он нам показывает один пример В котором человеку буквально повезло Что его идеи, как бы, в итоге признали И радовались за него Но не приводит огромное количество тех примеров Когда все было иначе Упси Как же это странно, да Как же это странно, когда один из главных аргументов Панчина В этом видео Это просто ошибка выжившего Грустно Надо сказать, что есть еще один очень забавный момент Потому что Фрэнсиса Крико как-то спросили Мол, а сам-то, как бы, как называл это Центральной догмой И ты не подумал, что это, ну, у него очень удачное название Для какой-то научной идеи И выяснил, что вообще-то Фрэнсис Крик совсем другое Имел в виду Я вам сейчас это процитирую Я назвал это центральной догмой по двум причинам Как я подозреваю Во-первых, я уже использовал слово гипотеза Другой идеи Во-вторых, я хотел показать, что это предположение более мощное А получилось, что использование слова догма Принесло мне больше проблем, чем пользы Много лет спустя Жак Моно Уплакал меня в том, что я не понимаю значение слова догма Ведь догма это утверждение, в котором нельзя сомневаться Я понимал это, но все равно использовал это Нет, догма это вообще любое убеждение Ну В смысле нельзя Кто вам запрещает сомневаться в догме? Я даже вам более того скажу Верующим никто не запрещает, собственно, в догме сомневаться Вы сейчас охуеете, да? Но все еще существует понятие кризиса веры Когда человек вроде бы из лона религии не выходит Но у него есть определенные сомнения в фундаментальных догмах, которые он исповедует Упси Вы знаете, почему это может быть вообще в принципе? Потому что слово вера ближе к сомнению, чем слово знания Когда вы называете что-то знанием, вы, ну, вообще, тотально дико круто убеждены, да? Это слово потому что считал, что любые религиозные идеи тоже не имеют под собой веских оснований То есть Фрэнсис Крик, он называл свою идею догмой в каком-то смысле иронично Он понимал, что это очень правдоподобная идея Но никаких строгих доказательств этому не было И поэтому вот он в шутку как бы назвал это догмой И таким образом патролил религию И понятно, почему это так? Потому что в рамках нормальных наук, в рамках естественных наук очень сложно А, ну нормальных, но естественных, понятно Можно получить какие-то там стопроцентные доказательства отсутствия чего-то Вы можете сказать, что да, вот ДСДНК считывает СРНК Ну, скорее всего, чего-то не бывает Ну, это более-менее невозможно Я даже по этому поводу придумал такую теорему Не теорему, я не знаю, закон, догму, если угодно Вот, догму Догма гласит следующим образом Что любое чрезмерное общее утверждение в биологии ошибочно Включая это Я не готов на этом останавливаться Так это не утверждение в биологии было Поэтому я подготовил еще примеры, показывающие, что это не единичные случаи Ну, возьмем, например, открытие ученых Маршалл и Уоррен О том, что язва возникает вовсе не потому, что У кого-то там стресс или плохое настроение А потому, что есть конкретный возбудитель Бактерия, хеликобактер пилуи, которые Можем, пожалуйста, примеры ученых, которые отказались от научной методологии И остались учеными? Пожалуйста Ну, это было бы Вот это было бы фальсификацией Ну, да Это бы позволило Провернуть тезисы антисиентистов А, нет, нету таких людей, которые отвергали Знаете, как называют людей, которые отвергли научную методологию? Параученые, псевдоученые, лжеученые Вы понимаете, ребят Вы понимаете, как это работает Аппонент там такой классической язвы желудка Ну, для этого, правда, одному из этих ученых пришло Да, охуенно, это примеры тоже не из науки непосредственно Это не про теории То есть, хеликобактер пилуи на себе испытать, чтобы убедить своих коллег Но, тем не менее, опять же Классно, да, к науке не имеет никакого отношения Поехали дальше Это была дана Нобелевская премия То есть, всем показали You are bitches А в ответ Вот вам Нобелевская премия Спасибо, что показали, как мы были неправы Это нормальное состояние в науке Разумеется Вы не можете просто так прийти и сказать всем Тем, что они bitches Так действительно не работает Если вы просто прийти и скажете Я изобрел вечный двигатель Вот вам bitches То вас попросят предъявить работающий прототип Если вы этого сделать не можете Изобретение вечного двигателя не является наукой Ученые ничего не изобретают И не создают практики Ну, ладно Мы можем сделать такое определение В рамках которого ученые что-то изобретают И создают практики по определению Но тогда любая практика — это наука Получается, видимо Ну, или какая-то определенная практика — наука Как определим, так и будет Вот Ну и дальше, соответственно, уже думаем Просто, понимаете, из разных определений науки Идут разные следствия о том, что такое наука Если мы через фальсификационизм Поппера пытаемся это все сделать Да, через такой строгий фальсификационизм Это хорошее определение Потому что оно позволяет нам отличить науку от ненауки Ну и у него есть определенный минус Оно, к сожалению, отсекает большую часть тех дисциплин Которые так или иначе считаются научными Я, например, вполне представляю, что Люди, обитающие в магическом дискурсе Да, вот мы верим, что все вокруг магия Вот к ним приходит человек и говорит Я изобрел вечный двигатель Что они ему не поверят и скажут А ты предъяви доказательства, что ты изобрел вечный двигатель То есть, поверьте мне, ребята Доказательства — это не та вещь, которая монополизирована наукой И доказательства запрашивают не только ученые И практикой занимались за всю историю человечества не только ученые И практика, на мой взгляд, работает по несколько своим законам И отдельно от науки И с наукой она связана довольно отдаленно Хотя ученые пытаются доказать обратно И веруют в нечто иное Потому что они очень сильно перемешивают определение науки Им очень хочется, чтобы наука она и про попера И про хуйопера, и про практику И про вот это, и про вот то И про создание модели, и про эмпиризм И все это как бы отдельно выцепляется Как необходимые свойства науки Как будто бы не просто необходимые, а достаточные Что самое главное Вот Понимаете, в чем дело? Достаточные свойства науки Но многие из этих вещей, они не являются достаточными свойствами науки Например, эмпирический опыт Это просто необходимое свойство науки Но недостаточное Все, что оперирует эмпирическим опытом Нельзя назвать наукой Потому что алхимия оперировала Этим самым опытом эмпирическим, например Было огромное количество ремесленников, практиков за всю историю человечества. Изобретатели многие были ремесленниками, практиками, которые методом проб и ошибок работали, и у них все было хорошо и круто. Что-то там доизобреталось, да, соответственно. Были художники, которые тоже художественной практикой занимались, по-разному смешивали краски, получали разные составы, создавали новые краски для зарисования тоже. Многие художники тоже такое бывало, да. Ну и вот у вас тоже своеобразное искусство, и практика, и ремесло одновременно получается. Тоже интересно. Это же не наука. Не наука. Ну, как-то вот так. Здесь многое зависит от определения, а многие определения заранее хуёвые, к сожалению. И в этом плане даже трудно определить, что такое наука. Определение либо не включает в себя достаточное количество почитаемых нами элементов, ну, например, медицину, либо включает, но нам как-то это, ну, типа, знаете, мы рискуем, что оно включит и неприятные для нас элементы. Если вы слушаете, то, естественно, никто вам не поверит. И в этом смысле получается очень интересная ситуация, что главные люди, которые жалуются на то, что наука догматична, это люди, которые отстаивают давно опровергнутые идиотские идеи. Это всякие астрологи, плоскоземельщики, гомеопаты. Вот они и говорят, смотрите, наука догматична, она не принимает наши суперклассы. Только они отстаивают, охуенно. А потом будет проферабанда. Потом проферабанда будет. Революционные идеи. Но на самом деле они просто не в состоянии обосновать свою точку зрения. В этом проблема. Проблема в них. Грубо говоря, если вы Стэнли Пруйзен расспросили, Какие ваши доказательства? Чувак, где твои доказательства, что белки могут вызывать инфекцию, а он вместо того, чтобы поставить эксперименты, публиковать научные статьи, сказал, Да, да вы просто догматичны. И вообще, вы знаете, вот научная парадигма. Парадигма должна сначала измениться, а потом вы примете мои великие идеи. А пока вы меня просто пытаетесь заткнуть, вы пока пытаетесь просто не согласиться с моими гениальными идеями, вы не понимаете, какой я классный, умный, то, конечно же, вы послали бы нафиг. И Битчес оказался бы он. Но ученый, он занимается тем, что он пытается обосновать свою точку зрения. Причем не просто убедить широкие массы населения, а он пытается убедить своих самых главных оппонентов, специалистов, которые могут по достоинству оценить или не оценить его идеи, публиковаться. Какая прекрасная сказочная картина, соответственно. Нравятся сказки, ребята. Вам нравятся сказки прекрасные? Мне тоже нравятся сказки. Сказки — это классно. В профильных научных журналах показывать нормальные экспериментальные данные, отвечать на... Так вопрос-то заключается в том, что между, например, наукой и какой-нибудь астрологией буквально парадигмальное различие. Приветствуем. В рамках науки практически невозможно сформулировать... сформулировать такую теорию, в рамках которой... в рамках которой истина, собственно, была бы астрологической. Вот в чем проблема. Почему они должны говорить иначе? Почему они должны какие-то свои идеи, ну, кроме практических, конечно, идей, вот то, что практически они как-то не доказывают, это, конечно, плохо. Но тоже можно объяснить почему. Вот почему они свои теоретические взгляды имеют полное право не доказывать ученым по их правилам? Потому что идите нахуй, у нас другая парадигма, у вас другая парадигма, она тоже догматичная, у нас догматичная, у вас догматичная. Все, пошли в пизду, как бы, конец. С другой стороны, проблема в практике здесь заключается, конечно, но с другой стороны, это проблема в практике, почему там астрология, карты и все такое работают хуже, чем многие другие вещи, в том числе и потому, что всей этой темой магической занимается меньшее количество специалистов, а многие люди, которые этим занимаются, ну, они любители просто. То есть, понимаете, у нас нету целых институтов-гадалок, которые бы брали и смотрели бы реально закономерность взаимодействия разных там карт, проводили бы исследования, делали бы из исследований все более и более точные там предсказания, потом бы, например, сказали, что все эти карты работают по мотивам там архетипов каких-то там, допустим, я не знаю, неважно, да, как, главное, чтобы там можно было разное объяснение предлагать. Возникла бы куча разных теорий карт Таро, люди бы придерживались разных теорий, эти бы теории бы спорили друг с другом, показывали бы, доказывали свою эффективность, там, десятки тысяч, сотни, миллионы гадалок бы друг с другом конкурировали, и, соответственно, там были бы гадалки-психологини, которые бы говорили, что, ну, вот, разглядывая карты Таро, вы смотрите на свои архетипы по Юнгу, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти все подходы, они бы коррелировали, там, например, с какой-нибудь психологией, там, современной, там, я не знаю, и все вот это вот такое, да. Это если бы было бы огромное количество специалистов, которые бы всем этим специально занимались на протяжении долгого времени внутри парадигмы, собственно, карт Таро. Этим, блядь, никто так сильно не занимается. Есть несколько, в кавычках, спецов, инвалидов, да, которые сами по себе там сидят. Сами они нихуя доказать не могут, потому что, ну, один, что один человек может сделать? Как можно противопоставлять действия одного человека сообществу, в котором миллионы людей? Вот как можно это делать? Да невозможно. Ну, 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 как? Какой смысл? Какой смысл? Ну, мы посмотрели, может быть, Таро бы как-то бы себя и оправдала. В той или иной интерпретации, может быть, какие-то вот астрологические подходы были бы заебись. Спасибо, Аноним. Этим экспериментальным данным. Вот он, путь ученого. Таков путь. А астрологам, ну, им только и остается говорить, что вот просто парадигма наша еще не подъехала. Наука догматична. Вы не готовы к нашим революционным идеям двухтысячлетней давности. Что ж, с этим... Как устроен антисиентизм на примере Фейерабенда? Лол. Лол, блядь. Буквально единственный человек, которого Панчин знает в этой теме. Вопрос, я надеюсь, мы разобрались. Наука, она антидогматична. И давайте теперь поговорим... Охуеть. Пруфы 10 из 10. Подъехали, просто не ебаться. Гений. Частными примерами, прикиньте. Частными примерами. Какой красавчик. Так бы все легко было бы доказывать. Класс. Уже про сам антисиентизм. Про антисиентизм как философское учение. И, наверное, самый главный... Философское учение, антисиентизм. Ха-ха-ха-ха-ха. Философское учение, антисиентизм, ребят, понимаете? Охуенно. Антисиентизм, это все, что против науки. Главный философ, антисиентизм, которого знала когда-либо история, это философ, которого упоминают в учебниках по философии, на курсах философии науки. Его ставят в один ряд с очень небольшим, немногочисленным перечнем мыслителей, которых, собственно, вообще упоминают в курсе философии науки, таких как Карл Поппер, Эмрел Акатос, Кун и так далее. Вот там стоит в этом ряду господин Фе Раббент. Причем стоит он там совершенно потрясающим образом, потому что он стоит где-то в конце, и поэтому часто аргументация выглядит примерно так. Ну вот раньше был, допустим, Карл Поппер, который придумал принцип фальсифицированности в науке. Принцип, грубо говоря, говорит следующее, что... Ну как, блядь, придумал? Ну он не придумал этот принцип. Он его сформулировал. Он его сформулировал, собственно. Придумал очень громко звучит, на самом деле. Я более даже того скажу, что у Поппера в книгах написано это таким образом, как он его выводит из науки. То есть он показывает, вот ученые вот это вот здесь так делают. Смотрите, вот фальсифицируют. Вот Галилей фальсифицировал Аристотеля, смотрите-ка. А вот смотрите, да, вот теория Эйнштейна, вот ее пытаются фальсифицировать ученые. Вот, посмотрите, как это здесь работает. Вот главное свойство науки фальсифицируемость, говорит Поппер. Вот оно. На примерах, ну, как? На примерах больших научных теорий это приводит. Может быть, он не прав, конечно, потому что на примерах аргументирует, но все-таки он это пытается вывести из науки. Если ваша научная гипотеза или ваша научная теория хоть чего-то стоит, то должен быть какой-то способ потенциально ее опровергнуть, если она не верна. Кто-то должен иметь возможность доказать вам, что вы неправы, если вы неправы. А иначе получается, что у вас как раз такие догмы, которые никак не могут быть опровергнуты, она никак не подвергается критике, ей некуда эволюционировать, некуда меняться. А если мы сомневаемся, в принципе, фальсифицируемостью? ...меняться, и поэтому это какая-то странная фигня, а не наука. Фея Рабин. Редкий Гос пишет, он не только придумал фальсификацию, но еще и отверг верификацию. Почему бы Панчину, простите, Панчину, не вспомнить о том, что доказывать в науке нельзя? Есть такое. Ну, потому что подход-то другой у Панчина. Как бы был после Поппера. А раз он был после Поппера, то, значит, как бы он его заменил, он как бы его опроверг... Ты где эту хуйню вычитал? Где ты эту хуйню вычитал? Что вот он, потому что после Поппера люди считают, что он его опроверг, блядь. Ну, ну, блядь, ну кто так говорит? Ну, блядь, Панчин. Ой, какая хуйня просто. Какая же залупа. Проверг и так далее. То есть тот, кто был после, тот как бы и в дамках. Просто, ну, в силу хронологического ряда. Но не может же быть такое, что тот, кто был после, как-то плохо предоставил свою критику. Блядь, это настолько плохо. Ну, вот почему Панчин, не разбираясь в какой-то теме, всегда записывает на нее какое-то ебанутое видео? Панчин хуёвый сиентист, потому что он тупой. Он плох в философии. Давайте будем объективны. Человек очень плох в философии. Категорически плох в философии. Ему по курсу философии и науки надо тройку, блядь, поставить. Даже не тройку, двойку. Он не должен быть ученым, в принципе, да. У него статуса кандидата наук не должно быть, потому что по-хорошему он не должен был сдать экзамен. Ну, это, блядь, пиздец. Ну, блядь, ну, Панчин. Ну, Панчин, блядь, ну, ну, зачем? Ну, попустись ты уже. Ну, ты заебал. Критику плохо аргументировал свою позицию. Только лишь сделал вид, что он что-то там опроверг. Нет. После, значит, Фейераббент. В общем, на этого господина Фейераббента кто только не ссылается, кто только его не любит. Это главный такой мыслитель антисайентизма. Да, проблема заключается в том, что, ну, формально, формально Фейераббент расширил понятие науки до абсолютного предела, максимума. И критиковал он исключительно науку, которая, ну, собственно, вот такая вот догматичная, какая Панчину нравится, да. Он как раз в определение науки мог впихнуть почти все. И астрологию, и религию, и там вообще все, что угодно. Любые практики, подходы, философию, да. То есть все сойдет. Все сгодится. Поэтому мне Фейераббент, кстати, не нравится. Мне не нравится в этом плане Фейераббент, потому что слишком широкое понятие науки. Так вот, да, понятное дело, что сиентист и антисиентист, ну, мы определяем эти вопросы, ну, относительно, собственно, определения науки непосредственно. Вот у вас есть наука, ты за нее, ты сиентист, ты против нее, ты антисиентист. Ну, просто вот то определение, которое сам давал Фейраббент, Фейраббент, да, собственно, сам давал, он считал, что наука является все, что он говорил, вот эта анархичная вот эта вот штука, которую он предсказывал, и есть наука из забавного, да, то есть в каком-то смысле Фейраббент сам является сиентистом. Многие антисиентисты, да, мы опираемся на некоторую его аргументацию непосредственно, потому что много хороших, спасибо, аргументация. У него есть, значит, знаменитый трактат, который называется «Против метода», где он, собственно, и излагает свои антисиентистские взгляды. И надо внести... Ну, просто по Фейраббенду наука — это неопределенный метод. Тут нюанс, да? То есть я бы, кстати, тоже Фейраббенда трактовал как антисиентиста, но он таковым себя не считал на самом деле. Он был не против науки как таковой, как вот ему казалось, да, он просто указывал более общее определение науки. Ну, типа, ну ладно. Маленькую корректировку, что вообще сам Фейраббен потом признавался, что вообще-то вот он это свое философское произведение, может быть, чрезмерно жестко написал, потому что предполагалось, что будет как бы вторая часть, в которой его оппонент, собственно, господин Локатос, должен был как бы Фейраббенду отвечать на его аргументы, может быть, еще более остро с позиции, ну, не сиентизма, но наукофилии. Я не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, должно было быть какое-то соревнование двух... Критического фальсификационизма, наверное, все-таки. ...идеи, но, в общем, это не состоялось, и Фейраббен выпустил то, что он выпустил, и мы будем обсуждать то, что он выпустил, и то, на что ссылаются, в том числе, кстати, может быть, Фейраббен этого не хотел, но на него ссылаются очень часто различные любители древней мудрости, там, эзотерики и всякой псевдонауки. Но прежде чем разобрать, собственно, опус Фейраббенда, я бы хотел процедировать замечательный фрагмент из книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элайзера Ютковского, что, кстати, всем очень рекомендую эту книгу. Ложь множится, вот что я имею в виду. Тебе приходится лгать все больше и больше, лгать о каждом факте, связанном с первой ложью. Или если ты продолжишь лгать, продолжишь свои попытки скрыть это, то рано или поздно тебе придется лгать об основных законах мышления. К примеру, кто-то продает тебе некое лекарство альтернативной медицины, которое не работает, и любой двойной слепой эксперимент подтвердит, что лекарство не работает, а тому, кто захочет продолжать... А какой двойной слепой эксперимент подтвердит, что эволюция существует, блядь? Защищать ложь придется разуверить тебя в правильности экспериментального метода. Например, заявить, что экспериментальный метод годится только для научных лекарств, а не для столь чудесных продуктов альтернативной медицины, как у них. изо всех сил и не важно что при этом говоря свидетельство или что правда не существует и нет такой вещи объективная реальность большинство из таких житейских мудрости не просто ошибочные они антиепистемологичные антиепистемологичные блять господи кринж ютко цитаты из ютковского это кринж окей они системно ошибочно на каждое правило рационалиста объясняющих найти правду есть тот кто захочет чтобы ты поверил да 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 ссылка на фанфик ссылка на фанфик это очень мощно совгав однажды ты обнаружишь что правда отныне стала твоим врагом и вы спросите причем есть как определить правду и неправду терабин но все станет на свои места когда я поведу то есть смотрите вот опровержение феерабанда опровержение феерабанда вот вы видите да там разделщик такой вот он уже вот столько вот столько потратил на какую хуйню там осталось ну еще в два раза больше то есть одну треть он потратил на приведение ебанутой цитаты ебучего автора фанфика самого кринжового фанфика в истории кстати по гарри поттеру некоторые цитаты из вот этого супер известного философа который входит в учебники по философии опровергать по отдельным цитатам о да мы дам да знаете на кого похоже на верующих нахуй похоже на причем не на умных верующих теологов который с головой дружит она тупых верующих которые тупые реально вот таково похоже вот именно так они аргументируют ладно давайте мы знаем как это будет он уже выкладывал статьи свои там ничего нового вы увидите как там происходит ровно та же самая метаморфоза сначала человек уверовал в некоторые средства альтернативной медицины а после этого он пришел к выводу что раз наука их отрицает они-то по его мнению работают хотя кто знает как он доказал себе что они работают да блять именно книжка феерабанда она была выпущена по альтернативной нахуй медицине чувак вот вот блять вот именно про эта книга написана вот буквально опровергая вот эту вот хуйню по альтернативной медицине который феерабанда написал вот ты буквально опровергаешь всю его концепцию блять сука и по как будто бы на эту хуйню кто-то ссылается да как будто бы кто-то ссылается на вот эту вот цитату про альтернативную медицину как будто бы есть люди которым конкретно на этот момент не похуй блять панчин ты долбоеб но вот сорян но тот серьезно но это же к этому со неполноценная хуйня берешь какую-то рандомную цитату и опровержение блять выкатываешь да ты серьезно это так не работает значит и научный метод на самом деле не столько помогает двигаться именно блять проект именно про это блять рассуждение феерабанда именно блять про это с научно техническому прогрессу к тормозит его и мешает всяким гением и всяким знахарем и всяким замечательным магом реализовать свой творческий потенциал кстати а мне интересно вот действительно давайте допустим что мы сделаем знахарство соответственно большой гигантской тотальной практикой в которой мы выделим миллионы специалистов и колоссальное количество до долларов туда положим соответственно у меня вопрос разве не получится такого что знахари придут приблизительно к той же схеме который пришло наше общество ну наверное может быть немножко другой но похожий потому что основная цель знахарей лечить людей то есть ну да они будут там ритуалы какие-то выполнять скорее всего но дополнительно к этому скорее всего это опять же для лечения разных заболеваний им придется проводить определенные действия которые собственно ну я не знаю способствуют выживанию людей так вот так вот так вот да мы же заранее то не знаем а что будет если мы сделаем все то же самое но создадим университеты большие где мы будем учить знахари знахари там будут сидеть в лабораториях обсуждать разные вещи там проблемы не вот к ним к знахарям поступает непосредственно чувак у которого нога гноится и рано или поздно разве знахари который мы выделяем кучу денег не пойму что чуваку надо там отрезать ногу там в определенный момент разве это в опыте не видно разве тут корреляции каких-то вне научных не существует эмпирических который может заметить ну кто угодно включая знахаря ну вот как бы как вы знаете блин знаете блин мне кажется основное достижение практики непосредственно было сделано не столько самими учеными сколько христианами которые создали университеты а внутри университетов у нас появляется возможность собирать людей образовывать их и систематические но собственно они они будут делать какой-то сложной системе и уже внутри этой системы на которой мы еще и деньги выделяем и на лечение определенных проблем и болезней мы тоже выделяем деньги а если соответственно они нихуя не лечат мы им пизды как-то выдаем за то что они наши деньги потратили да там казним их там еще что-то делаем вот вот разве в такой системе не будет регулярно производиться некая практика какая то может быть и будет вопрос наверное в том нет какая то точно будет ведь производилась раньше в средние века тоже медицинская практика производилась без какой-то либо вашей науки до медленно но медленно потому что людей мало опять же то тоже важно опять же понимать так вот вопрос могли бы за на знахаре добраться допустим до такой же высоты практики как и мы сейчас понимаете в чем дело есть такой янкил такое существует я согласен с вами так вот мы не знаем у нас такого эксперимента не было и мы вряд ли такой эксперимент проведем панчат просто заранее думает что знахари самостоятельно не смогли бы добраться до тех же самых практик даже если бы мы выделяли им такие же ресурсы давали бы такие же деньги я в этом не уверен например может быть еще разные знахари могут быть более практически ориентированные более духовно ориентированные тут еще от этого может многое зависеть то есть если люди заведомо если заведомо практически ориентированные знахари на протяжении многих десятилетий столетий большими группами будут заниматься отбором наиболее практичных методик до по-любому чё-то да получится по и позитивная хорошая сначала зацените как вообще фирабинт относится к ученым всегда найдутся люди которые избегут карьеру ученого и которые охотно подчиняться необъеменительному духовному и организационному рабству при условии хорошей оплаты греки развивались и прогрессировали опираясь на труд подневольных рабов мы будем развиваться и прогрессировать с помощью многочисленных добровольных рабов из университетов и лабораторий которые снабжают нас лекарствами газом электричеством атомными бомбами замороженными обедами а иногда интересными волшебными сказками мы будем хорошо обращаться с этими рабами мы будем даже слушать их когда они рассказывают нам интересно по факту не истории но мы не позволим им под видом прогрессивных теорий обучение навязывать нашим детям их идеологию ничего по факту рассказал фирабинт не другая цитата также снова сапсапсапсапсапсапсап а разъебать ту цитату не то есть стоп мы уже даже не комментируем цитаты получается то есть мы просто приводим цитаты которые нам не нравится и все ник паспас пасма блять ник написал шат мне кажется ты описал реальное развитие медицины наука только под конец пришла ну под конец не под конец но опять же понимаете в чем дело наука возобладала как методология вот в тот период когда сложилось огромное количество факторов в том числе нельзя сказать что ко всем этим факторам напрямую привела наука у нас политика прогрессировала общественные институты прогрессировали практики многие прогрессировали технологии но до возникновения науки был большой технологический бум так скажем да появлялись многочисленные механизмы по типу часов ручные ручных даже часов не только больших часов реально ручных часов то есть вот такие штуки многие другие вещи телескопы были еще до науки соответственно галилей только вот немножко поэкспериментировал да собственно как поэкспериментировал немножко доработал телескоп на телескопа были до галилея линзы были до Галилея. Вообще много чего было до Галилея. И до Ньютона тем более. И тем более до более поздних ученых. В этом плане многие практические вещи, они уже были до ученых. И необходимость развития практики, необходимость развития науки для развития практики абсолютно не очевидна отсюда. Но в определенный момент, да, ну все начало как бы ускоряться. И ускорялось оно еще до науки. То есть тенденция развития практики, она была взята до создания научного метода непосредственно. Ну и потом продолжилась. Потом продолжилась. Окей. Кто-то увязывает это почему-то с возникновением науки. Я, например, не увязываю. Для меня просто не очевидно, что наука и практика тесно связаны, что науку здесь нельзя заменить на какую-нибудь другую натуралистическую или даже ненатуралистическую идеологию, религию, мнение, позицию, философию. Неважно. Научный шовинизм. Что совместимо с наукой может жить, что несовместимо с ней должно умереть. Медицина лекарственных трав и гулкалывания, прижигания и лежащие в их основе философия принадлежат прошлому. И теперь их нельзя принимать всерьез. Эта установка сохранилась приблизительно до 1954 года, когда осуждение буржуазных элементов Министерством здравоохранения Китая послужило началом кампании за возрождение традиционной медицины. То есть это... Круто. Да получается, что Фера, ну, не нравится. Половина. Половина прошла, пока только цитаты. Сейчас будет опровержение. Нравится, что наука наезжает на какие-то методы альтернативной медицины, вроде вот того же и гулкалывания. Дескать, это... Зачем была переведена первая цитата, которая, в принципе, не комментируется? Ну, типа, да, базу написал Фера, согласен. Некорректно, неправильно. Это же великие достижения, величайших умов. И поэтому нельзя это как бы и критиковать с позиции того, что, дескать, это ненаучно. Нужно, чтобы это имело... Я бы даже более того сказал. Высказывание это ненаучно, в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Ну, например, большая часть того, что Панчин сегодня озвучивал под видом науки, согласно того же Попперу, например, наукой не является просто. Ну, он просто на Поппера опирался сегодня. Поппер говорит норм. Панчин говорит, Поппер норм. Нормально, сойдет, да? Так вот, так вот, понимаете, в чем дело? Согласно Попперу, большая часть того, что он перечислил, это не наука по определению науки. По нашему демаркационному критерию. Такое же право на существование, как и, например, антибиотики, которые действительно работают, в отличие от иголукалывания. По иголукалыванию... Кстати, к вопросу про антибиотики. Их точно не научно открыли. Но, напоминаю, мужик просто оставил баночки, скляночки на ночь непомытыми. Ну, чистая случайность, как бы. Вы понимаете, да? К вопросу, собственно, да, про антибиотики, как они были впервые открыты. В этом канале отдельный есть ролик, в котором мы подробно разбирали, что если колоть эти иголки в нужные, правильно отобранные мудрецами места, то эффект будет точно такой же, как если использовать вдвижные иголки, которые вообще ничего не прокалывают, или просто колоть случайные места на теле человека. Одинаково сработает эффект плацебо, и не более того, такое театрализованное плацебо, если угодно. Ну, а господин Мао, который вот так воспаляется фейерабиндом, что он... Ну, понятное же дело, да, ведь... Ведь все это так и работает, ведь буквально, да, текст фейерабинда — это про иглоукалывание, про традиционную медицину. Это не то, чтобы там пару абзацев про это, там, ну, тройку, четверку, я не знаю, на гигантскую книгу, да, то есть это не то, чтобы, да, у человека были некоторые странные мнения по поводу, собственно, некоторых практик, не то, чтобы это так. Не, мне серьезно кажется, что Панчуэн, ну, не умеет анализировать книги. Ну, да. Ну, или он просто подумал, что фейерабинд не заслуживает внимательного прочтения и досконального разбора. Достаточно просто указать на незначительные, вторичные какие-то высказывания, хайлайт будет, да, какие-то вторичные высказывания, которые, соответственно, ну, я не знаю, ничего особо не меняют. Я, скорее всего, согну, я здесь, скорее, на стороне Панчина, в том плане, что, ну, да, скорее всего, иглоукалывание, ну, хрен знает какая-то методология, я лично не проверял, вроде бы есть практические исследования, которые говорят о том, что, ну, нихуя они не работают, ну, окей, это практика, это не наука, на мой взгляд, да, то есть у меня есть четкое развлечение, у меня есть четкое развлечение между наукой и практикой, то есть наука не равно практика, по крайней мере, потому что у нас отдельно есть слово практика, технология, да, нам не нужна еще, еще один аналог, еще один синоним слова практика и технология, нам не надо, у нас уже есть слово практика и технология, слово наука, ну, скорее всего, должно обозначать что-то другое, и это способ формулировать непосредственно натуралистические, фальсифицируемые теории, получается. Вот что такое наука в данном случае. Либо вообще ничто. Либо это, либо ничто. Да, я вот так вот бы это определил. Либо просто абстрактное слово, которое ничего само по себе не значит. Все остальные подходы я обычно просто аннулирую, они мне принципиально не нравятся. Ну и поэтому либо фальсификационизм, либо нигилизм по отношению к науке. Там, дескать, медицину восточную революционизировал. На самом деле, сам прекрасно понимал, что вот это... А так вот, да, я скорее всего не против того, что вот здесь вот, соответственно, Фолл Фирабанда ошибался. Да. Наверное, так и есть. Только это никак ничего не меняет. Буквально. В этом и заключается проблема, да, то есть какая-то рандомная цитата взятая с Пола Фирабанда вообще абсолютно никак не воздействует на нас, как на, собственно, слушателей и читателей Фирабанда. Это не может переубедить ни одного человека, кто внимательно Фирабанда читал, и абсолютно бессмысленно. Точная медицина китайская, она не работает, но просто, ну, нечем же лечить людей, и западная... А что, если Панчин просто не очень умный? Такой не очень умный. Это очевидно, слушайте. В этом и заключается основная проблема, что Панчин — это позор саентизма. Любой саентист, который видит Панчина, если это умный саентист, должен, ну, собственно, плеваться в него, потому что Панчин — одно из главных лиц саентизма в России вообще в принципе, это раз. А во-вторых, он не очень умный, он постоянно апеллирует когнитивными искажениями и ошибками, то есть он буквально ошибается настолько глубоко, насколько это только можно делать. Все его позиции относительно всего, чего угодно, начиная от астрологии, заканчивая там молитвами, или там Полом Фирабаном, это просто пугало, кринжовое пугало. Панчин не обладает основами формулировок нормальных, адекватных, да, и разбором, и не может их, как бы... Панчин не может разбирать нормально формулировки своих оппонентов, у него не хватает интеллектуальных сил на это. Чувак действительно может быть достаточно, в кавычках, умен для того, чтобы заниматься какой-то конкретной научной деятельностью и не лезть в философию. Но он этим не занимается. А относительно того, что про Полу Фирабана рассказать, про него можно очень много рассказывать. Основная фишка... Я уже много чего рассказал. Основная его фишка — это концепция научного анархизма. То есть он считал, что в науку... All goals, короче, всё сойдёт. Всё может пригодиться, всё можно туда засунуть. Можно и медицину, и разные альтернативные дискурсы туда запихать, и всё это будет наука, и всё будет замечательно. У него такое широкое, плюралистичное определение науки. И да, Александр, что верно, антисиентизм на одном фейерабанде клином не сошёлся, тоже, да, но мы на него, видите, какой акцент сделали на фейерабанде. И вместо того, чтобы хотя бы его разъебать... Хотя на разъёб фейерабанда, ну, потребовалось бы разобрать все его книжки, как минимум. А их не очень много. А давайте так, а книг не очень много, а можно реально потратить время на разъёб фейерабанда, но мы этого делать не будем. И более того, вместо каких-то основательных его концепций и позиций, мы будем разбирать только его ошибку в области медицины. Традиционной. Традиционной медицины. Не, может быть, вы слышали о поле фейерабанде как о главном пропагандисте традиционной медицины? Я вот, например, нет. Я вот так его себе не представляю прежде всего. Да я видел, Михаил, я видел. Медицина, никто её, собственно, пока не владеет, поэтому нужно распространять вот эту восточную медицину, чтобы у людей хоть что-то было, и они там были довольны и не жаловались, что их никто не лечит. Но продолжим разбирать фейерабанда на цитаты. Примитивные, в кавычках, мыслители обнаруживают гораздо более глубокое проникновение в природу познания, нежели их просвещенные, в кавычках, философские соперники. Поэтому необходимо пересмотреть наши отношения к мифу, религии, магии, колдовству и ко всем тем идеям, которые рационалисты хотели бы навсегда стереть с лица земли, в скобках, без попытки, их более глубокого рассмотрения. Тире. Типичная табу реакция. И дальше он пишет. Хотя родители шестилетнего ребёнка имеют право решить, учить ли его начаткам протестантизма или иудаизма, либо вообще не давать ему религиозного воспитания, у них нет такой же свободы в отношении науки. Физику, астрономию, историю нужно изучать, их нельзя заменить магией, астрологией или изучением легенд. Ну так что база? Ну то есть давайте, да, действительно заменим астрономию на астрологию, физику на магию, а что такого? Ничего плохого в этом как бы, как будто бы и нет. Можно... А что плохого в этом? Тилу Фиерамидо очень много всяких забавных штук. А, стоп, 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 стоп. То есть не будет пруфов, да? То есть аргуми аргументов не будет, блядь. Смотрите, а дальше он уже не аргументы Фиерабене разбирает. Ой, блядь. Ну короче, всё, 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 блядь. Нет, это будет слив. Понял. Он пытается, собственно, всё это обосновать, ну, например, где-то он ссылается на антрополога Олтера Кеннона, который вот показал материальную основу магии. Дескать, вот в магии, смотрите же, реально существующий феномен. Но Олтер Кеннон занимался следующим. Он изучал действительно аборигенов, в которых были представления об убийстве Вуду. Ну, грубо говоря, колдун направляет на человека кость, и дальше человек, находясь в условиях... Блин, как же Панчин реально слаб в дискуссионных разных спорах, в спорах в области идей. Это очень стрёмно, конечно. И серьёзно, любой нормальный сайентист, посмотрев это видео Панчина, должен внизу написать, Панчин, ты дурак, не занимайся, в общем-то, обзорами тех вещей, в которых ты нихуя не понимаешь. Ты позоришь сайентизм. Ты позоришь науку, ты позоришь сайентизм. Пожалуйста, не занимайся этим. Пусть этими вещами будут заниматься более умные и профессиональные люди, чем ты. Вот реально человек, который, например, всю жизнь потратил на разбор, не знаю, проблем, допустим, астрологии, пусть он занимается разъёбом астрологии. Не ты, блядь, долбоёб, который в астрологии нихуя не понимает, а человек, который реально на это жизнь положил. Вот пусть будет он популярен, а не Панчин, например, в этой области. Вот есть, например, человек, учёный тоже, допустим, который потратил всю жизнь на спаривание религии. Он реально это хорошо делает, допустим. Он хорошо может конкурировать со всякими священнослужителями, передачи как-то не верю но пусть будет так ну панчин ты не может панчин не умеет слушать своих оппонентов панчин как дебатер на протяжении 10 лет ни на каплю не изменился это плохое свойство для дебатера панчин не учится он из каждого нового спора не выходит обновленным понимаете он не учитывает свои старые ошибки не обновляет свои тезисы не делает их еще сильнее и даже эти цитаты фирабанда он вставлял в свою статью которая была написана сколько пять лет назад 10 я не знаю все вроде лет 7 назад была написана статья по фирабанду и ровно эти цитаты именно эти цитаты он вставляет до сих пор так по мнению панчин он и есть этот человек так по мнению любого нормального сайентиста нет он не должен быть таким человеком пряти любой человек который разбирается в культуре религии философии сразу видит что панчин не шарит и поэтому ну должен возникать некоторый протест чтобы вот этот ну чел он просто вот ну не пиздел лишний раз потому что этот чел как лицо сайентизма вот да главное интеллектуальное лицо сайентизма в россии наверно наверное главное ну кто дробушевский еще дробушевский еще тупее разговаривает чем панчин так что тут вообще проблемы большие были бы да ну эти люди позорят сайентизм есть куда более глубокие интересные менее поверхностные более хорошо разбирающиеся фэйрабенде не знаю астрологии соционики люди ну ну дрочи ты свою гомеопатию ну я не знаю он шарится эти за гомеопатию вот просто здесь тоже не разбираюсь может быть он не шарит просто здесь хотя бы близко к биологии ну дрочи свою гомеопатию ну вот ебись ты от всех остальных ну ты не шаришь ты не можешь распаривать тезисы которые ты не знаешь заранее ну не то что заранее вообще не знаешь и что самое главное он не готов слышать тезисы то есть ему ему просто даже не дело не в аргументах вся проблема панчина заключается буквально на уровне тезисов панчин не может тезисно понять своих оппонентов вот эта проблема колоссальная проблема и это характерно для практически всех областей в которых он хоть что-то высказывает и для любого сайентиста ну умного сайентиста когда он смотрит вот этот кринж это должно быть стыдом и позором я признаю что сайентизм может быть более утонченным более умным более интересным более значительным на там могут озвучиваться какие-то более менее серьезные аргументы могут разбираться аргументы оппонентов и так далее так далее так далее да с учетом понимания концепции оппонентов что тоже важно но что вот образцов никита что вот панчин что вот вся вот это вот арава умственно неполноценных сайентистиков у которых в голове просто пустота на 1 пустая наука и больше ничего они же не могут понимать оппонентов они не могут участвовать дискуссиях в принципе они не обладают на они не обладают нужным навыком для участия в дискуссии а главный навык именно про дискуссию не про спор где надо овнить и очень выгодно и классно что-то говорить я про дискуссию самый важный навык это понимание вы должны уметь в нужный момент отставить свою позицию в сторону для того чтобы выслушать оппонента понять что он конкретно говорит и подразумевает желательно расспросить узнать подробнее что он конкретно считает и уже потом пытаться это критиковать если у вас критика идет впереди понимание вы занимаетесь не дискуссии не беседой вы просто овнингом занимаетесь в убер маргинал буквально какой-то такого социального ощущения что он точно умрет но потому что все верят в то что колдун может тебя убить этот человек за страшно у него увеличивается сердцебиение с у него больной сердце сердце может не выдержать ну а если сердцем все в порядке то он все но нервничает он перестает есть пить и может умереть от истощения в основу только он предлагал именно такие объяснения кажущейся эффективности магии то есть внимание канон не считал что магия работает он считал что работает как бы вера в магию то есть то что люди в нее верят может привести к тому что некоторые люди могут от магии пострадать но это сильно так мы знаем что если человека убедить в том что на нем лежит родовое проклятие то человек может продать свою квартиру и отдать все деньги гадалки а значит я напоминаю уже одну пять шестых вот этого сегмента по фейерабанду закончилась ни одного аргумента по существу в адрес фейерабанда мы не услышали концепция фейерабанда озвучена не было вообще вообще не было озвучено в принципе непонятно с чем мы не согласны и почему фейерабанд плох потому что у него в текстах есть пара цитат который не нравится панчину то есть по пару раз проебался за ту-то большую книгу которую написал пару раз проебаться ну простите знаете это даже неплохо я бы сказал я даже неплохо я думаю ту книжку которую я вот сейчас вам выброшу скоро да собственно по сумме антисиентизма там есть отдельные аргументы вы будете просто высовывать вне контекста ну там кринж будет да ну понятно что эти аргументы надо в комплексе разбирать то есть ну давай давайте так давайте так вот я вам сейчас закину вот я вам сейчас закину сумму антисиентизма вот смотрите да вот она сумма антисиентизма давайте в самый конец просто хуйнем вот преследование на комыслящих например есть глава преследовать на комыслящих во всех смыслах аморально посылка 2 сайди за ученые преследуют и на q мыслячих в эмоционально-этическом интеллектуальным творческом и финансовом психологическим аспектам с reinitis ты ученые аморальные блять а ну то есть дое смотрите вне контекста всей предыдущая аргументация, это хуйня полная. Ну, то есть, я бы сам себе на лицо бы насрал, если бы это был мой единственный аргумент. Я бы просто обоссал бы сам себя, я бы, знаете, я бы зашел в машину, которая клонирует людей, которые ученые изобрели, да, собственно, сделал бы своего клона, чтобы он лично насрал на меня и обоссал бы меня, если бы это был мой единственный аргумент. Вот. Ну, то есть, ну, да, это хуевый аргумент сам по себе, он сам по себе не работает, он как бы вообще вне контекста, это полная залупа. Давайте дальше. Вообще, в конце как раз все-таки аргументы и собраны в основном. Ну, тут про коллективы научные даже, может быть, и неплохо. Давайте в самый кринж нырнем. Нам нужен кринж. Крайка к власти знаний от Фуко, аргумент. Вот. Так, Михаил, я здесь, очевидно, спекулирую, я это заранее объявил. Так, окей, 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 окей. Сейчас-то там есть более кринжовые аргументы. А, вот. Наука и школьное образование. Зомбирование детей одной картиной мира приводит к их отуплению. Наука зомбирует детей одной картиной мира, наука приводит к отуплению. Ну, во-первых, нихуя непонятна первая посылка, да, соответственно. Особенно с учетом того, что ну, допустим, эта картина мира истинная. Если вот она истинная, то все же хорошо же. Заебись, да. Можно же зомбировать людей одной истинной картиной мира. Ну, или хотя бы самой эффективной. Ну, как минимум, самой эффективной. Можно же их так зомбировать. Ну, наверное, тогда это будет можно и не будет их отуплять. Но просто вот в контексте всех предыдущих аргументов становится понятно, что наука маловероятно даже лучшая картина мира. Да, предлагает лучшую картину мира и лучшие методы ее, собственно, создания. Это уже, как минимум, вот это становится понятно. Исходя из предыдущих аргументов там, антологических, метафизических, методологических, логических. Там целая группа серьезных аргументов собраны до этого вообще-то, да. Ну, вот этот аргумент отдельно, если его выделить, да, блядь, это кринж, да, конечно, ну, похуй вообще на него. А так, этот аргумент также дополнительно усугубляет все, что было сказано до этого, как вы понимаете, да. То есть, ну, вот у нас раньше было показано, что наука принципиально сомнительная, научная методология вообще крайне сомнительная, да. То есть, доверять ей у меня лично нет никаких серьезных оснований. И почему мы, собственно, зомбируем детей одним, одной вот этой картиной мира и одной методологии, непонятно совершенно. Именно вот в контексте всех предыдущих аргументов это звучит довольно неплохо. Понимаете? В этом и заключается, в этом и заключается как бы фишка. Если вы будете разбирать кого-то по цитатам, если вы будете разбирать кого-то по цитатам, вы, очевидно, обосретесь. Понятное дело, что вы обосретесь, ну, обосрете кого-то даже. Ну, вы обосретесь как аргументатор, потому что вы хуево разбираете. И вы кого-то обосрете. Ну, просто потому, что, ну, блядь, у каждого автора, включая почти любого ученого, В его книжках найдутся разные многочисленные ошибки, неточности, проблемы и так далее, так далее, так далее, так далее. Даже с учетом научной редактуры, корректуры и всего остального, это все очевидно. Изучает ли это, что магия работает, и что магию нужно изучать в одном ряду с физикой? Ну, разве что на курсах по обману населения, ну, никак иначе. Второй очень характерный пример из Фейрабина, где он ссылается на то, что вот же, есть же методы, которые, дескать, наука отрицает, а они ведь работают, и в качестве примера он приводит года. Так вообще не должно быть там никаких примеров, блядь. Не должно быть никаких примеров. От всех конкретных примеров следует, блядь, отказаться. Фейрабинд зря конкретно говорил о методах практических и теоретических, не различая их. Это во-первых, да, первая проблема Фейрабинда. И, во-вторых, работать может только практика, теория не может работать. Это важно. Теория описывает, но описывает, рассказывает, как это все устроено на самом деле. Теория — это про реальность. Как реальность устроена, а не про то, что что-то работает или не работает, самолеты летают, там, я не знаю, и так далее. А не, ну, по его мнению, не гадание, а диагностику по типам пульса в рамках аюрофизической медицины. Ну, во времена Фейрабенда этот феномен, наверное, был не очень хорошо изучен, но в современном мире ученые решили проверить. А не простительно ли тогда Фейрабенду, если этот феномен в его время был не очень хорошо изучен? Может быть, Фейрабен смог бы подобрать более крутые методы? Не научные, которые на практике работают. Я бы вам даже более того сказал. Ну, вот у вас есть метод забивания гвоздей молотком. Для него не нужна никакая наука. Для работы механических часов тоже наука никакая не нужна. Ну, потому что механические часы изобрели до возникновения научного метода. Вот. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть здесь можно приводить огромное количество примеров того, что возникло до того, как появилась наука. Можно даже вообще не особо париться. По поводу всяких там аюрведических практик, там, вот эти все хуйни. Ну, а с другой стороны, это смягчающий фактор для Фейрабенда. Вот он считал, что вот оно так было устроено, да. Типа работает практика, думал он. А как же там с этой диагностикой? Ведь есть же действительно такая древняя... Вот теперь давайте вообразим себе ситуацию. Хотя, что и воображать, она такова и есть, да. Есть огромное количество последователей Фейрабенда, которые, ну, не разделяют конкретно вот эту стату Фейрабенда. Что дальше делать? То есть человек является буквально там Фейрабандистом, да. Я вот не являюсь Фейрабендистом, да. Потому что я... Моя стратегия опровержения Фейрабенда, ну, как Фейрабенда науки, она иногда сходится с тем, что говорил Фейрабенд, но во многих случаях не сходится. У меня совершенно другие основания для критики науки. Ну, как совершенно. Некоторые похожие основания, некоторые непохожие, соответственно. То есть, да, я не являюсь Фейрабандистом, но представим себе Фейрабандиста. Последователя Фейрабенда, послушного. Таковые, наверное, есть. На что бы ссылался Фейрабанд? На что бы мы могли ссылаться, будучи Фейрабандистами и слушая Фейрабанда? На какие-то отдельные кринжовые цитаты относительно тех практик, которые были опровергнуты? Либо мы использовали бы само ядро учения Фейрабанда и при этом подбирали все более удобные и качественные примеры для подтверждения нашей позиции. Наверное, второе все-таки, да. Наверное, мы бы вычищали тексты Фейрабанда, но так или иначе, мы бы формировали свою позицию таким образом, что мы бы вычищали из этой позиции неудачные заходы Фейрабанда и заполняли свою позицию все более и более удачными заходами. Наверное, это было бы так. При этом оставляя ядро учений. Для того, чтобы опровергнуть Фейрабанда, нам необходимо его, собственно, основную линию его повествования опровергнуть. Панчин этого делать не хочет. Мудрость, как там правильно по типу пульса определить, что там не так с человеком. Как они это проверяли? Ну, набрали специалистов по этой юридической медицине и сказали, вот вам человек, на самом деле там большая выборка людей, вот вам разные люди, поставьте им диагноз по типу пульса. А потом они смотрели, насколько совпадают эти диагнозы, поставленные разными гуру. И оказалось... Давайте попробуем деревенских врачей разных собрать и проверить, насколько точно они ставят диагнозы. Ну, то есть нас собрали рандомных людей, охуенно. Ну, классно. Внимание, да? Что диагнозы, которые ставят разные, как бы, специалисты юридической медицины, совпадают друг с другом так же часто, как если вы будете просто монетку подбрасывать. То есть абсолютно рандом. Врат ли это может претендовать на какое-то серьёзное медицинское обследование? Врат ли мы можем сказать, что это может работать, если они даже не могут сойтись в том, какой же диагноз мы поставим человеку, если это просто рандом и хаос? У Феррабенда логика замечательная, что нет, это работает, потому что... Ну, потому что я в это верю, наверное, я не знаю точно, но это точно работает. А наука это отрицает, поэтому наука это плохо. Нужно науку как-то постранить, чтобы она не мешала развиваться прогрессивным идеям. Я говорю, Миш, мне... Я так чувствую. В итоге Феррабенд называют свою философию эпистемологическим анархизмом. То есть, грубо говоря, что единственный принцип, который может быть... Смотрите, мы в конце дошли до философии Феррабенда. Охуенно. Это то, что все дозволено. Но прикол заключается в том, что этот принцип в чем-то, ну, самопротиворечив. Ну, грубо говоря, все дозволено, то я могу все, что угодно доказывать, как угодно. Ну, например, я хочу доказать, что плотный носок лечит рак. Как я буду доказывать? Ну, я возьму... Ну, охуенно, да. Давайте к абсурду сведем, не имея на это оснований. Но просто вопрос заключается именно в том, что мы относительно теоретических наших представлений, ну, почти все эти представления можем так или иначе их сообразовать с практикой. Вот о чем речь прежде всего. Ну, отчасти я, кстати, тоже здесь, наверное, приверженец Феррабенда получится, да? Что так или иначе, какие бы у нас взгляды на мир не были, мы можем сделать их практичными. То есть они будут описывать практику рано или поздно. Феррабен, правда, думал, что мы уже имеем ряд примеров рабочих таких систем, в рамках которых, ну, собственно, да, все работает. Например, там, аюрведа какая-нибудь, еще что-то. То есть он реально думал, что эти штуки работают. Понимаете, да? На мой взгляд, он был неправ. На мой взгляд, он был неправ. Конкретно относительно практики все было плохо. Плохо, плохо, плохо. И это неудивительно, что оно было плохо. Потому что, опять же, количество людей, которым этим занимается, насколько профессионально они этим занимаются, насколько профессионально они получают образование, насколько в профессиональных специальных учреждениях они находятся, да? Относительно этого абсолютно неудивительно Относительно этого абсолютно неудивительно Что, ну, все у них хуево С точки зрения науки Возьму, например, одного пациента Дам ему тухлый носок подержать И проверю, через 10 лет рак у него прошел или не прошел Если прошел, значит носок помог А если не прошел Да, давайте под все сойдет буквально все, понимаете Давайте Панчин говно съест И мы просто на это посмотрим Это тоже будет методом нашим научным Я не знаю, ну, охуенно Сводим все к абсурду Вот именно это Фейерабант и понимал, конечно Ну тогда, значит, не тот носок я ему дал Может быть нужно было дать не правый носок, а левый Да, да, именно так Именно так Фейерабант, блядь, и считал, чувак Именно так, да Дам любому пациенту левый носок Посмотрю еще 10 лет Может поможет, может нет Ну, все же дозволено Чел, было бы неплохо, если бы ты хотя бы курс по философии науки прошел Серьезно Это очень плохо В Фейерабант есть философия науки Каждый человек, который получает научную степень Должен знать Фейерабанда Ну, представлять, о чем он говорил хотя бы Для этого необязательно читать книжки Фейерабанда В учебниках по философии науки Фейерабант обычно разложен более-менее нормально Зачем все эти прибуды В виде двойной, слепой, рандомизированный Какой-то эксперимент Это же все фигня Все же дозволено И вообще, зачем мне ставить эксперимент Когда я... Двойное, слепое Я все еще не считаю это научным методом На самом деле Вот Фейерабант считал это или нет Тоже интересный вопрос Потому что у Фейерабана довольно широкое определение науки Могу, не знаю, помолиться и просить откровения божественные И мне снизойдет, что О, голос, говорим, не говорит, что Фейерабант не прав Все, я доказал, что Фейерабант не прав Потому что Очень хотелось бы, чтобы Панчин научился читать Чтение очень важный навык, к сожалению, в наши дни И ученые, которые не умеют читать Это, мне кажется, большая-большая проблема для нашего общества Потому что ученые, не умеющие читать, ну, я не знаю Я не знаю, как могут существовать ученые, которые не умеют читать книжки Это трудно Что в науке все дозволено А значит, дозволено спросить у Бога А Бог мне сказал, что Фейерабант не прав Так что я научно доказал, что философия Фейерабина Так это все еще на эффективность надо проверять Проблема заключается в том, что у Фейерабанда там как раз Проверка на эффективность присутствует То есть Фейерабант не просто говорит Все сойдет просто потому что По приколу Он говорит, что разные мировоззрения, разные точки зрения Так или иначе могут порождать разные практики Некоторые из которых будут работать Некоторые из которых нет, соответственно Опираясь на одно мировоззрение Мы уменьшаем количество тех практик Которые мы в итоге можем достигнуть То есть при развитии то или иной аюрведы, например Какой-нибудь теории аюрведы В контексте этого еще и практики Вполне возможно, эти люди бы Которые аюрведой занимались Пришли к чему-то Более широкому Например, да, более правильному Более работающему Вот При этом Фейерабант не предлагает нам считать Нерабочие практики рабочими Ну просто в его время Некоторые практики там типа Аюрведы, еще чего-то Видимо было принято считать рабочими То есть тут как бы тут такое Понимаете, тут как бы тут такое Тут тонко Фейерабант никогда вам не говорил Что вы должны признавать Нерабочие практики Нормальными То есть если ваш самолет не полетел Все хуйня Просто понимаете в чем дело Фейерабант буквально говорит о том Что с помощью разных мировоззрений Вы можете создать разные самолеты И вообще разные технологии Кто-то там создает велосипед А кто-то там еще что-то создает Да, а кто-то создает мопед, например Вот И вот у вас разные учения Произвели разные вещи Как только вы запрещаете Создавать мопеды Ну все пересаживаются на велосипеды Соответственно получается То учение, которое создает велосипед Это я очень условно и поверхностно Объясняю, понятное дело То учение, которое создавало Создает велосипеды Но оно будет доминировать Если вы на него пересели И мы не изобретем мопеды А так могли бы быть и велосипеды И мопеды И там лекарства какие-то могли бы быть И еще что-то могло бы быть соответственно Но запрещая разного рода учения, мы оказываемся в проблемной ситуации непосредственно. Ну, например, ладно, давайте представим себе, что тот же принцип, который исповедует Панчин, 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 да, вот, работал бы в античности. Давайте перенесемся в античность. Вот там у нас была школа гиппократиков, медики, соответственно, медициной занимались. Вообще было несколько медицинских школ, гиппократики, там, эмпирики, типа, секс-эмпирик, вот он из одной школы из этих вышел. Вот. Так вот, соответственно, да, и вот у нас картина мира, которую исповедовали вот эти самые медики, она не научная, она чисто эмпирическая, да, то есть без примеси рационализма. Она эмпирическая, без примеси рационализма. Допустим, наука как смесь рационализма и эмпиризма возникла бы в эпоху, ну, тогда-тогда-тогда давно. Вполне возможно, это сбило бы развитие медицины как таковой в принципе. То есть вообще-то не исключено. Потому что медицину развивали, ну, гиппократики там разные, Гален, там вот такой философ. Потом уже перешло это к Авицене, да, перепатетики это переходили восточные. Потом это вернулось обратно в Средневековье. То есть вполне возможно, это могло бы просто остановить развитие медицины на то время и вообще в принципе убрать медицину из списка практических дисциплин. Если бы мы просто закрывали школы, которые занимались медициной. Представьте себе, да. При этом у нас были бы ученые и физики в то время, такие храбрые, смелые, которые бы проводили бы эксперименты. Ну, допустим, вот. Оооо, мы скинули эту хуйню снизу, Аристотель не прав. Хе-хей, фальсификация, наука, блядь, да. Допустим, это было бы так. Что бы тогда в мире было? Может быть, у нас с медициной все было бы хуже. Мы заранее, кстати, не знаем. То есть я не готов выручаться за эти высказывания на 100%, если что, да. Но есть подозрение, что вообще-то медицина, она развивалась с очень давних времен, очень долго. И к тому времени, когда наука появилась и заняла большое количество, там, вот, собственно, всего остального, медицина тоже была довольно развита и уже вышла из-под влияния разных философских школ. Да, понимаете. Развивалась она внутри разных философских школ, а потом она вышла из-под этого влияния. Без них она развиваться, возможно, не могла бы. Неизвестно, могла или нет, потому что, ну, мы просто, мы исторически видели прецедент, согласно которому она в них развивалась. Смогла бы она вне них развиваться, мы не знаем. Вот. Ну, и Ферабант вам буквально и говорит, соответственно, вот, да. Вот у нас есть школы философские, порождающие некоторые практики. Не было бы школ, не было бы практик, скорее всего. Окей, окей. Следовательно, из этого, ну, все проблемно, да. All goes. Пробуем разное, может быть, что-нибудь да получится. На протяжении всей истории получалось именно так. Да, ошибочно. И носок лечит рак. Тоже доказал, потому что, ну, голоса в голове, или вот у меня есть чай, чаинки. Ну, классно. Видите, когда Панчо начал разбирать непосредственно философию Ферабанда, а не примеры и отдельные цитаты, видо, как он обсирается тотально. Вот и все. Конец. И в чае однозначно говорят, что Ферабант не прав, носок лечит рак. Сама эта идея, она настолько дурацкая, она просто абсурдно дурацкая, и просто это оскорбит. Ты ее не понял, чел. Ты не понял идею Ферабанда, потому что ты тупой, у тебя плохие знания в истории философии, и по философии науки ты должен был получить двойку и не быть кандидатом биологических наук. Ты должен дворы, блядь, мести, чувак, как бы, понимаешь? Вот твоя основная задача, быть дворником. Думательно, что этого философа приводят как, типа, величайший философ, который, там, опроверг Поппера, который, там, показал, что наука это ничуть не лучше, чем, там, магия, и его проходит, там, на курсах философии, причем проходит очень часто некритично, то есть не в духе, что, смотрите, какой был чувак, какой прикольный бред нес. Нет, смотрите, это вот постпозитивист, один из отцов-основателей современного представления о научном методе. Просто по... Съебешься с этим фейерабаном, ну, блядь, это твой враг, нахуй, главный в философии. Разъеби ты его, блядь, прочитай внимательно, расхуярь его, ну, блин, ну, как? Ну, как же, ну, господи. Как можно так ебануто пересказывать концепцию фейерабанда? Это просто нереально. Космический панчин. Потрясающе. Означает ли все вышесказанное, что вообще никакая критика синентизма не имеет под собой хоть какого-то там основания? Тут я готов согласиться, что иногда бывает так, что справедлива та часть критики, что некоторые методы, принятые, например, в естественных науках, могут неправомерно применяться к каким-то областям, ну, например, гуманитарного знания. Самый типичный пример, который, наверняка, все про него слышали в России, уж точно, это про господина Фоменко. Фоменко — это такой математик, академик, очень известный. Математика не является методом естественной науки исключительно. Надо быть долбоебом, чтобы считать математику методом естественных наук. И только. Математика универсальна. С каких пор естественные науки забрали себе, блядь, математику? Можно, пожалуйста, прояснить, в какой Библии написано, что математика является, ну, вот, частью только естественных наук? Математика в социологии применяется, и в нормах применяется, на самом деле. И в магии применяется математика, кстати, и в астрологии применяется. Ну, типа, окей, ладно. Видите, какая хуйня? Ну, ладно. Это, естественно, есть давний такой философский спор, который считается, ну, в некоторой степени разрешённый таким аргументом, как гильотина Юма. Гильотина Юма гласит так, что вот есть суждение о фактах, как мир устроен, какие законы физики, какие законы биологии, а есть суждение в духе, а как должно быть. Относительно гильотины Юма, кстати, в современной аналитической философии большие-большие сомнения имеются. Ну, более того, что подавляющее большинство разного рода логиков современных, ну, не логиков, аналитических философов, которые работают в области этики, подавляющая часть, они скорее за то, что этика так или иначе объективна. Ну, как бы, вы понимаете? Как вы понимаете, этика объективна. То есть из некоторых фактов она может следовать. Есть определенные, даже есть такое определенное понятие, как моральные факты. Не знаю, Александр, ну, не знаю, не помню такого. Нужно жить в мире, где нет страданий, да, это утверждение о том, как должно быть. Да, Старки, именно, именно, именно Старки, так оно и есть. Как мы хотим устроить мир или осуждение этического плана в духе «я не хочу, чтобы, там, дети плакали», да, ну, условно. То есть это не о том, как оно есть, а о том... Гильотину Юма в области аргументации можно разъебать дополнительным аргументом. Ну, то есть, я не знаю. У нас есть биологический факт, что что-то, кто-то испытывает страдания. Мы заранее делаем этический... Этический, соответственно, заход делаем, который, собственно, говорит, да, то, что те, кто испытывают страдания, да, это, ну... Приносить живому существу страдания аморально. Этический постулат, да, здесь делаем. Окей. У нас есть факт и этический постулат, соответственно, да. Ну, и отсюда может следовать, что не следует приносить какие-то моральные страдания, не только моральные, вообще, в принципе, страдания живым существам. То есть, блядь, я как-то это неправильно выразил. Сейчас, дайте, дайте вспомню, дайте вспомню. Короче, мы можем дополнительную посылку внутрь ввести, которая просто свяжет физику и этику. И все. Если ваши посылки физика и этика связываются, все, конец. Ну, типа, мы обошли гильотину Юма. Продолжаем дальше. Короче, гильотина Юма — это тезис о том, что суждение о том, как должно быть, этические суждения не выводятся из суждений, как есть, как в мире устроен, из-за, там, закона физики, биологии и так далее. Продолжая тему обвинений о том, что, дескать... Ну, мы все равно можем их логически связать, у нас тут особо проблем не возникает. Вот гильотина Юма в целом, ну, как бы, ломается довольно быстро. Типа, знаете, для человека неосведомленного во всем этом, это может быть и аргумент какой-то. А вот для человека осведомленного, ну, уже как-то так. Как-то так. Я не утверждаю, что любое исследование в области культурологии должно применять такие методы, но, тем не менее, это интересно и прикольно. Поэтому... Окей, прикольно, да. Чё я могу сказать? Прикольно? Прикольно. Мы сказали, что вообще любая гуманитарная наука, да, изучающая человеческое общество и нашу культуру, заведомо должна отказаться от какого-то научного метода. Ну, для меня это утверждение кажется странным, хотя я... Многие антисоентисты не считают, что человечество должно отказаться от научного метода. Более того, даже большинство, наверное, верующих антисоентистов, они всё равно во многом уделяют исследованиям большое внимание, да. То есть, опять же, следует обратить внимание на то, что у разных людей ещё и разные определения науки здесь сверху присутствуют. И, например, те вещи, которые он сейчас обозначил, я, например, наукой не считаю. Я, например, не считаю наукой. Я уже много раз определения, по которым я так не считаю, озвучивал, поэтому не буду повторяться. Но вот при этом всём, при этом всём, при этом всём, ну, как бы так, как бы так. Тут, опять же, антисоентизм, он зависит от того, что мы ещё наукой считаем. То есть, опять же, да, очень редкий антисоентист хочет выкинуть вообще всё, что есть в академической жизни. Любую методологию, которая используется в так называемых естественных, точных, как там их ещё называются, прикладных науках, да, и так далее. То есть, очень редкий антисоентист реально хочет взять и уничтожить вообще всё это, включая всю практику, там, медицину и так далее, так далее, так далее, так далее. Может быть, какой-нибудь Стерлигов, может быть, какой-нибудь Стерлигов, вот он один из немногих, но Стерлигов это никакой там не философ, это никакой-то великий антисоентист, это просто сумасшедший религиозный дядя, чтобы вы понимали. Рандомный, сумасшедший религиозный дяденька просто. С ним, как бы, это, при том, что его позиция религиозная для меня не является сумасшедшей, как таковой, давайте так, да. Но вот по всем остальным вопросам, тут как бы у него все это наложилось, и получилось какое-то своеобразное безумие. Вот. Ну ладно. Я не готов спорить с тем, что там есть какие-то свои нюансы, своя специфика, которые нужно учитывать у человека, который приходит туда со стороны. Но на фоне всего этого существует еще одна очень интересная плоскость соприкосновения. Ну я, например, даже науку как методологию создания натуралистических фальсифицируемых теорий, я не считаю, что ее нужно уничтожать. То есть я, как антисайентист, просто признаю, что есть потенциальная возможность создавать разные подходы, их все можно развивать так или иначе, и, возможно, некоторые из них будут давать плоды так или иначе тоже. Это так. Я не ратую за то, что надо уничтожать науку, я не ратую за то, что надо истреблять ученых, и я исключительно против монополии. Мне не нравится монополия науки в познании. То есть я не верю в то, что именно наука должна занимать, ну, может быть, не 100, не 90, 90 процентов от общего познающей массы. Сколько, да, ученые занимают? 90, наверное, процентов. 95, может быть, даже от всех познающих, ребят. То есть я не считаю, что так должно быть. Как-то так. Я не считаю, что 95 людей в области познания должны быть сиентистами. Вот так вот лучше сформулирую. Потому что есть еще гуманитарные разные исследования, общественные и так далее, так далее, так далее, так далее. Как-то так. Ну да ладно. Естественных и гуманитарных. Это когда, наоборот, в гуманитарные науки начинают проникать какие-то понятия и термины из науки. Ну, Александр, я как раз считаю, что теория эволюции вполне так себе фальсифицируемая. Если Попперу она не нравилась, то это его ошибка, на мой взгляд, да, относительно своих же собственных критериев. Ну вот. Теория эволюции очень хорошо фальсифицируется и проходит фальсификации. На мой взгляд, теория эволюции – это одна из образцовых теорий. Правда, это не мешает в ней сомневаться, потому что сама фальсификация вообще ни капли не убедительный процесс, если так подумать. Но, как бы, относительно уровня ее образцовости, теория эволюции – это реально вот, как бы, хорошая очень теория, очень работоспособная. Очень хорошо и классно она осела в научном дискурсе. В общем-то, эта теория хороша. То есть это реально очень качественная, сложная, учитывающая огромное количество факторов. Теория, но даже все это не спасает ее от нашего абсолютного сомнения. Понимаете, в чем дело? Естественных. И иногда используются совершенно некорректно. В качестве примера, ну, обычно приводят историю про Алан Сакала. Алан Сакал – это такой физик, он решил потрогать. Так, фальсифицируемость и верифицируемость, они, как бы, это… Ну, вы понимаете же, что Поппер, в принципе, критиковал принцип верифицируемости и говорил, что это полная чепуха. И нам нужно опираться прежде всего на фальсификацию, да? То есть тут, как бы, не то, чтобы это, знаете, по каким-то ступеням. Верифицируемые, потом фальсифицируемые и так далее, так далее, так далее, так далее, Александр. Понимаете, это не какая-то ступень развития. Просто есть один способ, подход к составлению теорий, как верификация, да? То есть мы берем, создаем, собственно, смотрим на какие-то феномены, феномены сводим в протокольные предложения, протокольные предложения сводим в теории по логическим правилам, эти теории по логическим правилам не выходят за пределы имеющихся у нас фактов. Ну вот. Проблема верификации заключается в том, что верификация не работает, ну, наука не работает по принципу верификации. Буквально ни одна научная теория не представляет собой просто сумму фактов, тех, которых она в себе содержит. Любая научная теория всегда пыталась предсказывать какие-то явления, находящиеся за пределами тех фактов, которые были в нее заложены. И сохранить вот это свойство все-таки хотелось бы. Вот. Но если твоя цель улучшить науку через демонстрацию того, что где-то не соблюдаются принципы рецензирования и так далее, и так далее, то ты облагораживаешь эту науку. И это... Точно. А может, нахуй, в некоторых дисциплинах, может быть, нахуй, не нужны принципы рецензирования. Ну, например, в философских журналах, на мой взгляд, принципы рецензирования полная хуйня, но они там не особо и работают, на самом деле. В философских журналах, потому что многие философы, к сожалению, у ШИЗы. И многое реально зависит от того, попадешь ты к ШИЗу-рецензенту или грамотному рецензенту, да, соответственно. Долбоеб тебя может всегда слить просто по своим каким-то субъективным причинам. Я опять же напоминаю, что у меня было большое количество статей, ну, которые написаны просто на разные темы, да, одинаковым языком, по сути, да, то есть получается так. И, например, статья, которая написана просто по Хайдегеру, это вышечка. Вышка, блядь, выше быть не может, соответственно, да, то есть сразу, по максимуму, по всем критериям, Шадов, молодец, выпускаем твою статью без СМС-регистрации. А статьи, собственно, уже по содержателям, каким-то философским темам, ну, типа, а, хуйня, как-то, блядь, сомнительно. То есть вы понимаете, да, принципы рецензирования, ну, я хуй знает, я бы их просто убрал из философии, потому что, ну, для философии, на мой взгляд, куда важнее не то, насколько хорошо ты рассказываешь про Хайдегера, а то, конкретно, насколько хорошо ты рассуждаешь и, там, не знаю, идеи новые поставляешь, заставляешь людей вокруг размышлять, создавать новые концепты и все вот такое. К сожалению, у нас из-за принципов научного рецензирования рецензирования, разные форматы, в общем-то, новаторства, они скорее приостановлены и лучше уж тогда, знаете, действительно выпускать хорошие статьи просто про Хайдегеров разных, там, не знаю, про Расселов, Гуссерли и все остальное, потому что тогда они позовут нормального рецензента, который разбирается в Гуссерлях, Хайдегерах и так далее, а он такой, ну да, базу написал, круто, действительно, действительно про Хайдегера, действительно про Гуссерли, действительно про Рассела, красавчик. понимаете здесь простой путь как бы есть путь из разряда невозможные слова сложности невозможные потому что ну ну не хотят люди печатать какие-то уникальные оригинальные философские статьи в рамках которых ну излагаются какие-то идеи и это из-за принципов рецензирования у нас россии что я привожу потому что она показывает по-разному некоторые люди относятся к этому что для кого-то существует какая-то святость науки которая должна быть нерушима никто не имеет права троллить ученых никто не имеет права троллить журналы и вот это мне кажется парадоксальным образом интересная особенность антисоентизма где они на самом деле то они-то блять я здесь один сижу последите за мыслью что антисоентисты ведут себя так как они приписывают поведение сиентистом естественно это относится исключительно к тем людям не по профессии не по специальности а по признаку отношения к этой истории в общем чему я хочу все это подвести к тому что мы продемонстрировали что наука в ее хорошей форме вполне способна быть не догматичной наука на этом строится настроиться то нет не продемонстрировали к сожалению частных примеров недостаточно более того если бы наука состояла на сто процентов из таких частных примеров где люди бы реально всегда радовались когда их разъебывают но вся бы наука просто разъебалась бы ее бы не было ну скорее всего то есть на мой взгляд на мой взгляд консервативные элементы они должны быть встроенной системе почти всегда включая науку в науке очень много консервативных ученых это в основном почти почти вся коалиция старых ученых почти всегда довольно консервативные ребята ну и вот консерватизм определенной степени познавательный даже он в каком смысле поддерживает стабильность того или иного направления и далеко не странно что многие люди им довольно трудно менять свои позиции я также напоминаю цитату раз уж мы цитатами здесь рассуждаем я даже не вспомню кого то ли борт или резерфорд кто-то из великих ученых физиков да он рассказывал о том что смена идей смена идей в науке происходит благодаря смерти собственно ученых самих по себе да то есть вот из-за того что старое поколение ученых умирает вот это старое поколение придерживалась предыдущих теорий вот только ввиду того что вот эти люди все-таки смертные они рано или поздно перестают заниматься наукой их постепенно вытесняют молодые ребята вот в основном благодаря этому можно продвигать новые теории я вижу то же самое приблизительно в науке трудно себе представить как современный биолог лихо откажется от теории эволюции даже если будут неопровержимые доказательства ее ложности очень трудно потому что под нее завязано слишком много более того конкретно этот человек он панчин например он обучался на определенной кафедре долгое время изучал теорию эволюции эта теория эволюции в нее все вписывалось он на так красиво работал и все хорошо и она у него отложилась памяти он ее прямо вот ну ну это часть его жизни человеку трудно отказаться от каких-то таких фундаментальных теорий и соответственно ввиду этого да многие теории они могут как раз сменяться именно благодаря смерти ученых и об этом говорят нередко даже сами ученые вот это стоит отметить есть отдельная группа не самых тупых и догматичных ученых как панчин или докинс которые действительно видели подобные процессы особенно на примере своих коллег и собственно видели как сменяемость теории происходит благодаря именно вымиранию старого поколения ученых не просто отказываться от той теории которые ты придерживался всю свою жизнь ну как бы не просто менять картины мира тема тем более научную методологию понимаете то ту методологию которой ты учился всю свою жизнь представьте себе старика которому надо с нуля переучиваться заново на что-то совершенно новое и необычное тяжело пример как с гомеопатией мы будем делать кому-то операцию а кому-то мы будем делать плацебо операции то есть тоже под наркозом там разрежем чуть-чуть кожу зашлим обратно ничего не сделаем суставом и посмотрим какова будет доля улучшений в первом и втором случае и оказалось что разницы никакой а на эту процедуру только в соединенных штатах америки уходила миллиарды долларов сотни тысяч людей проходили через вот этого типа операцию и оказалось что абсолютно бессмысленно и бесполезно заметьте заметьте за все это время он ни разу не апеллировал к методам доказательства там теории эволюции вообще какой-либо другой теории то есть панчин нам не рассказывал про фальсифицируемость не рассказывал про натуралистические теории про естественную установку не доказывал что она является истинной понимаете вот это того толчок к развитию научной мысли то есть я считаю михаилом что панчин не только антисиентизм может популяризировать но и анти фианизм или как бы лучше сказать антисемитизм ну да ладно мы увидели ошибку мы поняли что что-то там было не так мы неправильно познавали окружающий мир у нас был метод несовершенный и мы на смотрите серьезно если так подумать панчин же серьезно ни разу не апеллировал к реальным результатам реально научного метода за все это время он апеллировал к успешным результатам так называемых прикладных наук вот а тут медицина а тут там я не знаю вот что-то витамин c там у нас а тут вот то вот тут вот это вот понимаете и ни разу ни одного аргумента в пользу не знаю самоочевидности теории эволюции например или теории большого взрыва но эти то вещи то они то они сами по себе очевидны но вы смертные тупые люди не поймете у совершенствовали то есть нету какого-то единого научного метода просто потому что этот метод постоянно тоже меняется мы да нету никакого научного метода нету научных институтов под и ничего нету блять и науки нету тогда получается и вы все пиздоболы короче до свидания нет никого научного методу расходимся все нету метода нет науки пока